Народная славянская радио Всем здравия, с вами Народная славянская радио Сегодня у нас по одному из современных календарей 24 марта 2016 года Четверг, по одному из старинных 23 день месяца пробуждения природы 7500, 24 лета, вторник Кто отмечает праздники по этой традиции Я тех поздравляю с Красногором и Масленицей Желаю всем добра, радости и счастья И достатка в семьях Чтобы роды, рода наши развивались Чтобы держава наша становилась И все становилось крепче и крепче От дня к дню От года к году, от лета к лету Тема сегодняшнего эфира Суть и смысл русских славянских обрядов Главный ведущий Сурьяр Здравия, Сурьяр Здравия, Алексей Здравия, все радовичи Тема интересная Суть, смысл славянских обрядов Это всегда, наверное, будет животрепеща Для тех, кто интересуется Хотя бы, как минимум, интересуется Нашим наследием И хочет разобраться А в чем же, на самом деле, суть? А как же эти обряды проводить? И зачем эти обряды нужны? Вот давай про суть обряды И смысл поговорим Начинай Начинаю, Алексей Но единственное, что анонс у нас Все-таки чуть более расширенный был И к обрядам, я думал Мы перейдем чуть-чуть позже А мы к ним подведем Мы к ним подведем, давай Да Мы к ним подведем К ним подведем Хорошо Просто у нас прошло Достаточное количество бесед В цикле школы родовой мудрости И, как я посмотрел Уже есть смысл Попытаться Как бы вывести Что-то более-менее Общее Чтобы Вот эти Скажем Не то, чтобы разрозненные Но следующее Одно за другим Сведения Уже можно было собрать Как бы ближе К самому миропониманию Чтобы какая-то часть Миропонимания Она уже была Нам Понятно Озвучена И, собственно говоря Мы могли ее включать Своё Бытие Жизненное Вот Поэтому Исходя Из чего Мы сегодня Сообщем Может быть Как В том же ключе Как мы Обычным делом Попытаемся Опираясь На То, что Говорю я И Как сказать На Помогающего мне Алексея Мы какие-то Вещи попробуем Сегодня С одной стороны Поисследовать А потом уже Будем Разбирать Что такое С одной стороны Вера А с другой стороны Сами обряды Каким образом Они запускаются Потому что Ключевой момент В самих Обрядах Это Как раз То, что Либо обряд Состоялся Либо обряд Не состоялся По Каким признакам Примерно Это мы можем Определять Я точно так же Остановлюсь И Расскажу Потом Чуть подробнее А сейчас Немножко Перед Тем Как мы Будем Постигать Как бы Смысловую Составляющую Обряду Я Хотел бы Остановиться На том Что Как у нас Заявлено В анонсе Что Как бы Является Основой Нашего Ведического Миропонимания Которое Позволяет Каждому Из нас Каждому Родовичу Каждому Человеку Идущего Путем Родового Обыча В том Или ином Изложении Потому что Изложений Несколько Но Это не Отрицает В общем-то Единую Суть Которая На Находится Во всех Этих Изложениях То что Мы Являемся Потомками Сильно Великих И могучих Предков Потому что Так оно И есть И Одна из наших Задач Во-первых Постичь Их Мудрость А Вторая Не менее Важная Задача Эту мудрость Притворить Свои Жизни И Сегодня Одна из наших Задач Все-таки Попытаться Разобраться В чем Могла бы Заключаться Или в чем Она заключается Эта мудрость Потому что Как бы Наше Событие Друг с другом С миром И с нашими Предками Но неразрывно И поэтому Мы По мере Своего понимания Попадаем В то движение Которое Осуществляется На Притяжении Нашей Жизни А по мере Своего Непонимания Конечно Можем Оказаться Не совсем Там Где мы Находимся Поэтому Сегодня мы Попробуем Разобраться В том Ключе Что является Основой Нашей Ведической Традиции Что является Основой Нашего Ведического Миропонимания Потому что Любой Человек Идя Своей жизнью Разбирая Какие-то Жизненные Обстоятельства Получая Какие-то Жизненные Уроки Он Нарабатывает Сначала Или Нарабатывает Или Как правило В Большинстве Случаев Вот Так у нас Устроена Цивилизация Он Получает Загруженное Откуда-то Извне Мировоззрение И в течение Жизни Потом Он Своё Мировоззрение Пытается Как бы Осуществить Если оно Соответствует Высшим Правилам Принципам Конам Мироздания Это Мировоззрение Не говорю Миропонимание Потому что Миропонимание Всё-таки Немножко Другая вещь Мы Сейчас Также Может быть Вернёмся К Различию В этих словах И Каким Элементом Для каждого Из нас Является Мировоззрение Мировосприятие И Миропонимание Это То что Наверное Хочется Разобрать В самом начале Нашей беседы Алексей Давай разберём Я же Против Я же Весь Уши Одел Слушать Тебя Внимательно Думаю Где ещё Ставить Слово Мне Передохнуть Вздохнуть Надо Немножко Много Сказал Вдохнул Хорошо Давай Теперь я Ну Продолжаем Хорошо Так вот Как я Говорил Мировоззрение По большому Счёту Это Те Переданные Нам Нашими Родителями Данные Нам В школе Данные Там В детском Саду Данные Нам В Кому-то Высших Учебных Заведениях Определённые Мировоззрительская Картина Которая Описывает Мир Как Которая Должна Бы Описывать Мир Как Некую Цельную Систему Почему Которая Позволяет Опираясь На это Понимание Цельной Системы Более-менее Двигаться В жизни Не Попадая В огромное Количество Сложных И непонятных Ситуаций Но Так как Система Устроена Нынче Таким Образом Что Цельное Миропонимание Практически Получить Не Представляется Возможным Во Внешнем Мире Почему Потому что Даже Не говоря Уже О Высших Учебных Занятиях На уровне Школы Все знание Подается Осколочно И Часто Противоречиво Почему И Обычный Человек А тем Паче Ребенок Не имеющий Дополнительных Каких-то Способов Соединения Этих Знаний Так и Остается В осколочном Состоянии На уровне Своего Мировоззрения Потому что Оно Изначально Заложено Таким Образом Чтобы Цельная Система Миропонимания То О чем Мы говорим То к чему Стремимся Мы В школе Родовой Мудрости И вообще В своем Следовании Родовой Традиции Она не Возникает Поэтому Мировоззрение В том Ключе Который Оно Есть Сейчас Это Не Совсем Рабочая Система Часто Совсем Не Рабочая Почему Потому что Как я Говорил Подается Осколками И Эти осколки Между собой Никак Не связаны Потому что Как Нам Передает В общем-то Из Старины Издревле Что Поначалу Была Одна Наука Можно Так Сказать По сути Не одна Наука Одно Ведание Куда Входило И Божественное Знание И мирское Знание Они были Сведены В едином Ключе То что Мы Называем Как Ведической Традицией Или Ведическим Миропониманием Вот Этот Элемент Мы Как Занимаясь И общаясь В школе Родовой Мудрости Пытаемся Восстановить По мере Своей Так Вот Первый Элемент Это Мировоззрение В том Ключе В том Виде В котором Оно Нам Подается Это Нерабочая Система То Что Мы Через Повседневное Своё Мировосприятие Слово Такое Видим В мире И пытаемся По Опять же По мере Своего Понимания Или Непонимания Систематизировать Это Уже Наша Наработка Или Наша Попытка Исправить Мировоззренческую Систему Если Она Не Работает Особых Успехов Или Людей Достигших Каких-то Выдающихся Успехов На этом Пути Самостоятельно Я видел Очень Немного Это Говорит О том Что Большинство Как раз На Пути Построения Своей Системы Мировосприятия Они Не Как бы У них Не Получается Создать Эту Цельную Систему Своей Головей Почему Потому Что Загружено Много Достаточно Противоречивых Сведений Фактов Которые Часть Так как Уровень И схема Нашей Ежедневной Словно Говоря Оперативной Памяти Она Достаточно Невелика По объему И То Что Там Хранится В течение Недели Месяца Уже Уходит В Более Или менее Глубокие Слои Подсознания Соответственно Даже Когда мы Пытаемся В своей Голове Собрать Эту Систему Огромное Количество Сведений У нас Изначально Выпадает И поэтому Я Объясняю Почему Сам по семье Вот этот алгоритм Создания Своей Системы Миропонимания Он Достаточно Сложен И в большинстве Случаев Очень Труден И Наверное Даже Где-то Невозможен Потому что Учителя Древности И нынешние Говорят По большому Счету Цельную Систему Миропонимания Может Построить Для себя Один Человек Из Миллиона Я Когда-то Пытался Не на своем Опыте Она Как бы Наблюдая За людьми Пытался Как опровергнуть Эту цифру В надежде На то Что Встречу Достаточно Много Людей Которые Излагают В той или иной Степени Цельные Миропонимания Как бы Так как Условно Не было С чем Сравнивать Поэтому И Со своей Там Со своим Мирилом Со своей Линейкой Я И Двигался В этом Направлении И Скажу Прямо Не Особо Преуспел Потому Что Все Так называемые Системы И все Большинство Систем С которыми Удалось Соприкоснуться В виде Изложения Тех или иных Людей Страдали Достаточно Большой Степенью Несогласованность И Невозможность Реализации Поэтому Как бы Только Обращаясь Уже В цельной Системе Ту Которую Мы можем Сохранить И Передать Мы Можем Получить Более-менее Цельное Ведическое Миропонимание Ведическое Миропонимание Подразумевает Что мы Понимаем Как Устроен Мир Окружающий Нас Мы Понимаем Как Устроен Человек В большей Степени Который Осуществляет Своё Деяние И Проходит Своё Воплощение Свою Жизнь В этом Мире И Мы Понимаем Какие Силы Строят Мир Какие Силы Этот Мир Изменяют И Каким Образом Мы Можем Оказаться В Более-менее Правильном Ладном Взаимодействии С ними Это то, что касается Разницы Между Мировоззрением И Миропониманием Поэтому Для нас Очень важно Понять, чем Заключается Наше Миропонимание Понять, чем Заключается Его фундамент Или основы На которых Мы строим Своё Уже Индивидуальное Миропонимание А Исходя из нашего Миропонимания Если оно является Для нас Безусловно Мы строим Свою жизнь Вот таким образом Алексей Да Давай Дополню От себя Ты очень много Что сказал Интересного Здесь можно Всё свести К простым Представлениям Пониманиям Почему такая Ситуация Происходит Ну Можно Начинать С банального О том Что Нас Пытаются С детства Учить Люди Которые Сами Ничего Не понимают В этой Жизни Они Сами Научились Каким-то Учебникам Их Заставляли Или Подводили Самим Каким-то Якобы Знанием На самом деле Это Всего лишь Фрагменты От общего Знания Не более Того А второе То Что Нас Всех Перевели С малолетства В кандовый Материализм И Заставили Думать О том Что Материя Есть Всё Наше Тело Есть Всё Это Твое Уникальное Тело Оно Живет Какую-то Жизнь Развивается И после Смерти Ты Исчезаешь Пропадаешь То есть Напрочь Отрубили Связь С нашими Родами Связь С тем Каналом Через Который Мы Общаемся С нашими Родами Общаемся Со Вселенной С мирами Со всемирием И так далее И В общем-то Когда Вот это Отрубается Представление То Из нас Получаются Маугли У которых Нет понятия О том Что Вот Мы не только Это тело Кусок мяса Который С костями Бегает Здесь По земле И В связи С этим Когда у нас Нет Связи С нашим Чем-то Главным То В этом случае Нам можно Использовать Нас Как батарейки Которые Показаны В фильме Матрицы Наверное Все помните Как там Использовали Людей Просто Как батарейки Вот Создан Такой Мирок Виртуальный Который Нас Погружают Говорят Думай Только О сейчас Думай Только О своем Теле Ближайших Родственных Остальные Тебе Доламочки И Вот В этом Живи То есть Отрубили У нас Высшее Оставили Только Материальное Запугали Нас Всех Поскольку Материальное Всегда Боится А Мозг Это Компьютер Компьютер Который Рассчитывает Простые Действия Ну Счетная Машинка Более Менее Автономно Умеющая Жить И вот Когда Убирают Высшее Я Убирают Царя В голове Оставляют Только Тело Подчинение Этого Компьютера Тут И начинаются Многие Многие Проблемы О которых Говорил Сурьяр О которых Мы постоянно В этих Передачах Наших Говорим О том Что Человек Превращается В биоробота А биоробот Никогда Не может Целостно Сложить мир Потому что Он живет На земле И земля Для него Вот То что он Видит Она плоская Он не видит Обратной стороны Земли Он не видит Обратной стороны Луны Он не знает Строения Вселенной Строения Звезд Ничего не знает Абсолютно Вот только что Он может пощупать Потрогать Он и может Каким-то образом В голове У себя Раскрутить И поиметь Представление А обо большем Ничего не знает И поэтому Когда вот сейчас Человек пытается Подключиться К каналу Со своими родичами Когда он Понимает Кто он есть На самом деле На земле Вот тогда Только Он становится Полноценной Личностью Которая может Получать Информацию Сверх того Что его компьютер Его мозг Может увидеть И мозг уже Подчиняет себе Заставляет мозг Работать На себя На свое Высшее я И тогда Он становится По-настоящему Человеком Живущим На земле Хозяином Вот это Ощущение Чувство Оно приходит Только тогда Когда вы Становитесь Полноценной Личностью Человеком Связанным Своими богами Своими предками Хозяином Своей земли А по-другому Никак Вот это Надо просто Иметь в виду Естественно Что мозг Не может Сложить Эту мозаику Потому что Он фрагментирует Все Ему трудно Целиком Всю картину Воспринимать Он не может Представить бесконечность Для него Ну что такое бесконечность Ну как ты представишь Мозг Ты не можешь представить А сущность Более высокого порядка Которая в этой бесконечности Находилась Которая эту бесконечность Упорядочила Строила Перемещалась Там где-то И так далее Она это все Не то что представляет Она это ведает Знает Вот поэтому У нас такие вот Парадоксы Возникают В жизни И сейчас Еще раз повторюсь Задача каждого Осознать Кто он Что это не кусок мяса С костями Что это не Маугли И вот Для этого Необходимо Как раз И понимать Ведическую основу Нашей жизни То о чем Мы говорим сейчас Пожалуйста Продолжай Благодарствуйте Алексей За дополнение Хороший Поэтому Мы И В каждой беседе Мы в той или иной степени Возвращаемся К каким-то Основополагающим терминам И Опираясь на них Раскрывая Их Изначальный Истотный смысл Мы в общем-то Формируем Через Наши беседы Через школу Родовой мудрости Формируем Наше Ведическое Миропонимание Не потому что Его нет в целом виде А Просто потому что Большинство Из наших Родовичей Пока еще Не Хватает Достаточного Количества Знаний Потому что Информация Сама по себе Она особо Ничего Не значит До того момента Пока Ты эту информацию Не смог перевести В знания Вот Поэтому Сейчас мы Несколько Терминов Попробуем Разобрать В том ключе Который Является Основными Некоторые Изложения Сделал Алексей По Мере Своего Наблюдения Если что Меня поправит Дополнит Ну вот То есть Смысл Такой Мы уже В предыдущих Беседах В той или иной Степени Как бы Возвращались К этому Кто-то Я имею Ввиду Что Мы Как я уже Неоднократно Говорил Что во всех Беседах Мы В той или иной Степени Всегда делаем Определенную Ретроспективу Имеется ввиду Что возвращаемся Назад Предыдущим Беседам Для чего Чтобы То что мы Говорили И каким-то Выводом Пришли Чтобы мы Снова Могли Это для себя Вспомнить И через Вспоминания Утвердить Это как Доброе Правильное Знание Или Как бы Ту информацию С которой Надо работать Чтобы перевести Ее В знание По поводу Всех Возможных Информационных Систем То что мы Говорили Уже не раз В беседах Что Большинство Людей На сегодняшний День Находится В так называемом Информационном Отравлении Это что значит Что количество Внешней информации Оно значительно Превышает Скорость Быстродействия Нашего Даже не Компьютера Как Алексей Сказал Я бы тут Все таки Употребил Слово Калькулятор Почему Потому что Скорость Обработки Внешней Поступающей Информации На самом деле Очень невысока И большую часть Мощности Вот этого Процессора Для калькулятора Все таки Забирает Наше Зрение И как бы Малая часть Остается На Остальные Моменты Вот В связи с этим Я бы хотел Сейчас разобрать Такое Слово Как Морок Которое В общем-то Во множестве Наших Священных И Бытовых Текстов Как бы Воспроизводится И вопрос Как Каким образом Этот морок Возникает Каким образом Он может Существовать Во внешнем мире И каким образом Он Проникает В наше сознание И Создает у нас Неправильное Мировосприятие Для начала Не говоря Уже о Миропонимании И Возвучных Состояниях Как Наверное Многие Помнят Что Само По себе Есть у нас Слово Там Замороченный Замученный Там Условно Всевозможные Мыслями И всем Прочим Значит Что Такой Морок Это то Что От нас Как бы Затеняет Вводит Нас В состояние Непонимания Невозможности Восприятия Во всей Полноте И чистоте Окружающего Нас Мира Каким образом Этот морок Возникает В нашей голове Это что Касается Современного Человека Потому что В древности И не в древности Собственно И сейчас Существуют Точно такие же Уровни Возможности Реализации Воложбы Когда Те люди Которые владеют Теми или иными Способностями В этом направлении Способны Ну как Создать такую Мы можем сказать Вуаль Искажение Окружающего мира И В той или иной Степени Набросить Ее На того человека На которого Они хотят Это Скажем Такие вещи С одной стороны Бытовые С другой стороны Имеющие Право На существование То Что Создается Нынче В глобальной Системе Нашей жизни Нашего Окружающего Нас Мира Там Схема Немножко Другая В основном Опора Как раз Делается На то Что Наш Ум Во-первых Как я говорил Он обрабатывает Достаточно Малое Количество Информации С одной Стороны А с другой Стороны Нас Не учат В обычных Школах За исключением Школы Едического Миропонимания С хорошей Подготовкой Каким Образом Как бы Делать Развлечение В себе И Из Той Информации Пытаться Вычленить Те зерна Необходимые Которые Могут Стать Знанием Или Пополнить Наше Знание И Соответственно Вся Информация Которая Приходит В голову Обычного Человека Без Вот этой Системы Антивируса Мы можем Так сказать Или Системы Цельного Развлечения Она Просто Зависает И Зависает Она В том Состоянии Что Как В компьютере Допустим Переполняется Память Либо жесткого Диска Либо оперативная Память Устройство Обращается Пользователю В данном Случае К любому Из нас С Тем Стоит Продолжение Что надо Либо очистить Этот жесткий Витк Либо Добавить Какое-то Устройство Куда Условно Этот хлам Можно Скидывать Почему Очень Важна Система Как бы Изначальный Система Цельного Миропонимания Почему Потому что Вся Приходящая Из дни Информация По нынешним Временам Это Бесконечный Поток В общем-то Серый Ничем Не подсвеченный Совершенно Жижи Можно Так Сказать Который Не высвеченный Не Теми Кто Подает Это Через Средства Массовой Информации Через Рекламные Щиты Через Собственно Горя Даже Любое Общение Людей Между Собою Почему Потому что Каждый Из нас Является Проектором Того Что Он Носит Внутри Себя И чтобы Этого Избежать Как я Говорил Каждый Из нас Он Стремится К тому Чтобы Установить Вот этот Момент Развлечения И То что Мы могли Назвать Этим Забавным Словом Антивирус Тут Противоречия Нет Важно Понять Что Заключается Функция Каким Образом Ее Установить Мы По этому Поводу Поговорим Но наверное Не сейчас Я имею ввиду Что Как бы Разговор Об этом Он С одной стороны Достаточно Длинный Я сейчас Как бы В общих Чертах Скажу На что Должен Опираться Тот Мировосприятие Четверт Мировосприятие Которое Мы получаем Как раз Опираясь На наше Ведическое Миропонимание А системность Она Естественно Нарабатывается Но Первоосновы Какие-то Ключевые Вещи Через То Как Разобрать Что они В себя Включают Каким образом Они запускают Те или иные Мысли Те или иные Алгоритмы Нашего мышления Мы Должны Понимать Поэтому Как основное Как в основе Анонс Сегодня То что мы Попытаемся Разобрать Какие-то Основные Моменты И Будем двигаться Потихоньку Дальше Алексей Хорошо Будем двигаться У нас Осталось Буквально Полторы минуты До музыкальной Паузы Поэтому Даже меньше Как мы будем двигаться Поставим музыкальную паузу И начнем двигаться С нуля С нового С нового Я думаю Что мы можем Поставить сейчас Паузу Но Тут Главный ты Мы следуем за тобой Как скажешь Таким Понятно А главный следует за тобой Хорошо Я следую за тобой Итак Обоюдное решение Ставим музыкальную паузу На три есть небольшие минутки После этого Продолжаем разбираться С темой нашего эфира Продолжаем разговор Продолжаем разговор На Народном славянском радио Напомню Что по одному из современных календарей 24 марта 2016 года Четверг По одному из старинных 23 день месяца пробуждения природы 7524 лета Вторник Поздравляю тех Кто отмечает Красногорную масленицу С этим замечательным праздником И продолжаем Рассматривать Тему Сути Смыслы Русских Славянских Обрядов Главное Следующий Сурияр Хотя Сурияр Вначале Обозначил Что это только часть Ну Часть так часть Мы рассматриваем всю тему целиком И к этому тоже подойдем А напоминаю Что Вопросы Вы можете задавать В чате Народного славянского радио Для этого Вам необходимо В любом поисковике Набрать Народное славянское радио Перейти на сайт Славмир.орг Там найти слово Чат И оказаться В избе Народного славянского радио Так называется у нас чат Именно в разделе Горница То есть внутри чата Там все есть Но для того Чтобы первый раз попасть Необходимо придумать Себе логин и пароль Причем такой логин и пароль Чтобы вы его не забыли Потому что потом Начинают спрашивать Ой-ой-ой Я забыл Войти не могу Так вот Придумали И не забывайте И тогда вы сможете Пользоваться чатом Пользоваться Избой Народного славянского радио Горницей Общаться с друзьями Задавать вопросы В эфир Народного славянского радио Если конечно Этот эфир звучит сейчас А вы не слушаете Кусочек в записи Ну вот в принципе Все что я хотел сказать И напомню еще одну Немаловажную вещь Очень часто спрашивают А почему в записях Эфира вырезана музыка Дело в том Что эфир распространяется На разных ресурсах И очень часто Ресурсы требуют подтверждения Что эта музыка Она имеет право Звучать в этой записи И если нет такого подтверждения То тогда Эти эфиры удаляются Вот для того Чтобы вы могли слушать эфиры Мы жертвуем музыкой В записи А если хотите слушать музыку То в этом случае Просто входите Входите в чат Слушайте эфиры В то время Когда они идут живьем И наслаждайтесь музыкой Вот в принципе Все что я хотел сказать Итак Продолжаем Сурияр Пожалуйста Продолжаем Ну мы Как сказать Немножко не закончили С важным понятием Важным словом В нашем Миропонимании Морок Смысл примерно то Еще раз я повторюсь Что значит Вся информация Которая Не пропущена Вами Через Качественные Встроенные Ваше сознание Фильтры Развлечения Надеюсь я не излишне Там запутанно Или сложно говорю Я тебе Скажу Сурияр Ты с кем сейчас Разговариваешь Ты такие иногда Моменты Я так ловлю на себя Понимают ли радиослушатели То что ты говоришь Так что ты поосторожен С терминами У меня Как сказать Единственная Обратная связь Через тебя Ну тебя Поэтому вся надежда На тебя На меня Да Вот такой Я надежденный Самый надежденный Ты главное Больше русских слов Потребляй Все остальное Ерунда Прорвемся Я с тобой Согласен Просто как Некоторые Слова Не всегда Замеешь Не всегда Оставишь Потому что Большинство людей Подавляющие Привычные Вот в том Или ином Как-то заметил Я наверное В большинстве случаев Стараюсь Сказать Либо два слова Либо все-таки Употребить Те Наши слова Родовые Которые Как бы Помогают Избавиться От моря Значит Фильтры Развлечения Как Как сказать Правильно Совсем По-русски Алексей Фильтр То что Фильтруют Отбрасываем То что Убираем Ненужные Да Убираем Ненужные Развлечения Нет Развлечения Нам нужны А Ненужные Мы убираем Из нужных Развлечений Ненужные Развлечения То есть Когда мы Говорим Фильтруем Это говорит о том Что что-то Должно Оставаться В сухом Остатке Что не проходит В стакан Когда наливаем Водичку Через фильтр То в этом случае Тогда остается Чистая Вот убираем Ненужные Из всех Доступных Развлечений Выбираем Только нужные Можно так сказать Сито Вот видишь Гриша пишет Сито Вот например Через сито 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 Развлечения Ну сито Да Наверное Неплохо Подумаю Как его Полноценную Отсеиваем Ненужные Убираем Ненужные Оставляем Нужные Отсеивающие Развлечения Ну можно И так Да Можно И так Хорошо Ну смысл Такой Что Мы Как человек Являемся Открытой Системой Через Все вот эти Внешние Загрузочные Отверстия Шлюзы Можно сказать Нам все время Поступает информация Через глаза Уши Через обонятия Тактильные Ощущения И плюс Наш Как сказать Не до конца Еще совершенный Ум Находящийся В бессознательном Состоянии Формирует Как бы Неосознанные Мысли Образы Вся эта информация Она Как-то Поступает В наше Сознание Подсознание В Как сказать Без Ограничений Не Потому что Как сказать Хотим мы этого Или не хотим Просто эти Наши Схемы Восприятия Наши Чувства Они Активны В постоянном Режиме Поэтому Хотим мы Или не Хотим Загрузка Происходит И Соответственно То что Не Было Осознанно Почему Один Из Важнейших Элементов Людей Которые На достаточно Высоком Уровне Своего Личного Индивидуального Развития Подразумевает Что Человек Находится Постоянно В режиме Осознавания Себя И Окружающего Мира И Тогда Вот это Сито Развлечение Сито Полноценного Мировосприятия Оно Активно И работает Но Это Как правило Может оказаться Не один день И может даже Не один год Потребуется Для того Чтобы Это Сито Выстроить Потому что С самого Рождения И Достаточно Долго Нас как раз Учат Совсем По-другому Вся Вот эта Система Школьного Образования Она подразумевает Что Сломать Все фильтры Которые У вас Могли бы Сформироваться Естественным Образом И Затолкать Как можно Больше Информации Не Связанной Меж собой Через Это Вы С большим Трудом Потом Можете Строить Своё Цельное Миропонимание Которое От этого Морока Загруженного Вас Оно Вас Избирает И Соответственно Сегодня Мы Как бы Не рассматриваем Обозначаем Заостряем Ваше Внимание На том Что Мы Называем Морок Многогранное Понятие Как я Сказал Это Может быть Действия Наведённые И Может быть То Что Сложилось Именно Через Наше Мировосприятие Поэтому Вся Информация Которая Нами Неосознанно Она Загружает Перегружает Наш Компьютер Или Наше Сознание С подсознанием И Вот Этот Элемент Осознавания Входящего Он С возрастом Сужается Практически До нуля Люди Достигшие 40 лет И не Делающие Правильное Делание По очистке Своего Скажем Жёсткого Диска Или подсознания Они В общем-то Уже Переполнены И Как бы Непрямой Ни обратной Реакции На Внешние Раздражители Уже К сожалению Выдать не Можешь Соответственно Большинство Людей В таком Отрасте Они уже Почему Говорят Не способны Воспринимать Ни знания Ничего Но Если Делать Как бы Определенное Количество Упражнений Как То Что Я Называю Правильным Деланием И В одной Из Последующих Бесед У нас Там Заложена Вот тема Когда мы Будем Рассматривать Те Практики Которые Позволяют Нарабатывать Личную силу Те Которые Позволяют Нарабатывать Душевность Развивать Те Которые Позволяют Очищать Сознание Те Которые Позволяют Развивать Духовность На это у нас В давних Анонсах Это мы Задевали Но уже Сейчас Есть возможность Судя по Откликам Радовича Которые Пишут Нам Что уже Можем Переходить К более Скажем Объемным Более Глубоким Вещь Чем И К Практическим В том числе Потому что Теория Беспрактики Она Сама По себе Суха И только Практика Ежедневной Жизни Ежедневного Правильного Делания Она Выводит Нас На Правильное Состояние Поэтому Заострить Значит Морок Это вся Информация Которая Поступает В нас Без Сита Пусть будет Так Различение Она Загружает Наш Процессор И не Позволяет Нам Более Качественно Более Широко Воспринимать Мир Это Первое А второе Не позволяет Нам видеть Цельность Систем И не позволяет Нам Самим Эту систему Строить Вот Это То Что Мы Могли Назвать Мороком В том Ключе Которое Сегодня Излагаем Это Раз Это То Слово Я просто Хотел Закончить Скажем Незаконченную Мысль Касаясь А Сейчас Попробуем Сообща Покопаться Создать Сита Дополнительное В своем Миропонимании Наша Традиция Имеет Себе Некую Наш Обычай Родовое Имеет Себе Некую Основу Основа Заключается Наверное В том Что Ведическое Миропонимание Родовое Обычное Дает Нам Ответы На ключевые Вопросы Нашего Бытия И нашего События В мире Кто Есть Ты Человек Что Есть Мир Вокруг Тебя И Каким Образом Ты Человек Можешь Взаимодействовать С этим Миром В своих Предыдущих Беседах Те Которые Мы Проводили На радио В рамках Школы Родовой Мудрости Мы Периодически Затрагивали Эти вещи Затрагивали Эти Понятия Но Вот Сегодня Мы Еще раз С одной Сороны Пройдемся По ним И Попробуем Как Еще раз Вот Эту Систему Миропонимания Уже По другим Немножку Углом Уже Начинать Строить Алексей Давай Строить Я не Против Я даже Выберу Камиза Абсолютно Абсолютно Хорошо С чего Начнем С чего Начнем Сейчас Позвоним Сейчас Как Построим Ну Давай Начнем С звонка Другу Да Друг Он же Самый Первый Древний Предок Подскажи Нам Вот Что Есть То Ну Смысл Примерно В том Что Как Сказать То что Мы Разбирали Что Есть Все Мири Состоящее В том Как В доступном Нам Режиме Из Сплетающихся Реальностей Явь Навь Правь Славь Вот И Славь Как это Высшее Состояние Навного Мира Который Сам по себе Многослойный Одновременно Пребывает В Постоянном Режиме Вокруг Нас То что Если мы Те Радовичи Которые Помнят Предыдущие Беседы Когда мы Разбирали Эти понятия Мы Как сказать Пришли Достаточно Четкому С одной Сторону Мнению А по сути Просто Я Как в данном Случай Передавал То что Передано Нам Опять же И С Миров Горных И От Предков И От Наставников Что Мы Пребываем В Постоянном Режиме Взаимодействия С Явью И Навью Большая Часть Нашего Сознания Нашего Внимания Сосредоточена В мире Яви И Как бы Если человек Достаточно Много Занимается Там Для Развития Своего Внимания И качества Своего Наблюдения У него Есть Возможность В той или иной Степени Взаимодействия С Навью Нав В этом плане Не Как бы Не является Неким Миром Противостоящим Яви Не является Миром Противостоящим Жизни Человеков Это Просто Другое Состояние Всемиря Которое Находится Как правило За пределами Нашего Восприятия Вот Это Одна Из Как бы Основных Мировоззренческих Пока еще Схем Которая Позволяет Нам Определять Окружающее Пространство И Определять Себя В этом Мире Что касается Человека Что касается Человека Алексей У тебя Есть Какая-то Формула Кто Такой Человек Ага Человек Это Существо Ходящее На двух Ногах Которое В молодости На четырех Когда взрослеет На двух А когда В старости На трех Известная Такая Формулировка Который Может мыслить Что-то Говорить Что-то Видеть Слышать Вот Иногда Удается Что-то Даже Умные Мысли Какие-то Формулировать Некоторые Даже Книжки Пишут Вот Это Существо Такое Называемое Человеком Наверное Так Добро Или ты хочешь От меня Более философски Услышать Я сейчас Через сит Через сит Разлечения Понятно Ну вот Такое Двуногое Животное Понимаешь Только без Рога Хорошо Ладно В общем Всех Безволосых Двуногих Ты в общем Я понял Опустил До уровня Калькулятора Ну уж Извини Что Я смотрю Понимаешь Чем дело Сурьяр Я вот Смотрю Просто Например Включаю Зомбоящик Чок Включил Там Новости Идут Ой Взорвали Там Чего-то В штабе НАТО Грубо говоря Кто взорвал ИГИЛ Взорвал Куда надо войска Направить В Сирию Направить Почему в Сирию Потому что ИГИЛ там Все Ура Все в Сирию Ломанулись До этого За неделю Выводятся Войска Те которые Ненатовские Почему-то Так все Закончилось Улетели И теперь Входят Другие войска После теракта Просто я смотрю На людей Они начинают Обсуждать Все между собой Ток-шоу Устраивают Общаются Какие эти террористы Какие они Ну как еще Назвать Людей Которые Ведутся На такие разводки Ну Ходят на двух ногах Умные слова Иногда говорят Ну как-то вот так Уж извини Что вижу О том пою Как я Вот это Житель Севера Крайнего Крайний Житель Севера Птица Говорящая Хорошо Спорить с тобой Не буду По этому поводу Мы говорили Говорим И говорить будем Что пока Человек Спит Пока У него Не Включены Некоторые Дополнительные Опции Или некоторые Опции Наш слово Или не наш Опция Ну Ция еще Как-то можно Ну давай Так это Дополнение Может быть Смотри Что мы имеем ввиду Слово Опция Я сказал Дополнительные Дополнения Да Ты сказал Дополнительные Дополнения Опция Значит Вот есть автомобиль Продается У него обязательно Должен быть Руль Сидение Мотор Колеса Кузов 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 Это как Минимум Тормоза Еще Мы Добавляем Дополнительные Опции Это Подогрев Задницы Подогрев Сидений Еще что Еще что Это Дополнение Дополнительные Опции Дополнение Дополнение Хорошо Включенные Дополнения Которые Позволяют Человеку Выйти Немножко За Морок Этого Внешнего Воздействия Которые Создают Средства Массовой Информации Книжки Интернет В этом плане Не Намного Лучше По крайней Мере Кнопка Выкол Находится В более Близком Положении Это Что Касается Сама По себе Ведическая Традиция По большому Счету Ведическое Миропонимание Обозначает Радовича Словосочетанием Хорошим Аз Есм Или Аз Есм Это Тут нет Противоречия Просто В разных Местах Немножко По-разному Это Называется И немножко По-разному Воспроизводится Вот И здесь Мы Получаем Очень Интересный Момент И даже Как-то Там В одной из групп Получающихся Тоже Мыл Говорит А в чем Суть Нашего Мировоззрения Я говорю Очень просто Аз Есм Вот Если мы Понимаем Что Значит Сия Фраза И Состоящая Из двух Слов Значит Мы Уже Где-то Находимся На пути Построения Хорошего Сита Как Минум В Более Радостном Состоянии Опять же Построение Себя Как Осознанного Существа Осознанного Духа То есть Идем Правильной Дорогой Светлое Будущее Уже Начали Путь Светлое Будущее Поэтому Как Аз Есм Значит Если мы Пойдем В сторону Буквицы Мы там Немножко Можем Утонуть Поэтому Давай Пойдем Все-таки Тем Ключом Который У нас Есть Через Наши С одной стороны Пока еще Обыденное Мировосприятие Еще Недостаточно Ведическое Для Большинства Радовичей Почему Потому что Время Обучения Еще Продолжается Значит Аз Что такое Алексей Ну Как всем Известно Аз Это есть Товарищ Пушкин Который Написал Книгу Очень Много Книг Очень Интересных А если Серьезно Говорить То Аз Это Бог Уплощенный В теле На земле В человеческом Теле На земле Вот Значит Аз Есм Сама По себе Фраза Переводится Я Попробую Как бы Может быть Немножко Помудреннее Сказать Чем Красиво Это Кратко Сетра Талантов Только что Изложил Я чуть-чуть Дополню Но Надеюсь Не Поду В излишнюю Сложность Значит Свет Изначальный Аз Пребывающий В виде Живы Облеченного Плотью В мире Яви И Нави Который Является Продолжением Рода Во множестве Великов И сил Пребывающих Рода Который Во множестве Великов И сил Пребывающих И миры Созидающий Вот Собственно Говоря Наверное На этом Можно поставить Многоточие Да Эко ты завернул Это называется Эко ты завернул В общем Давай так Проще скажем Это То что Соединяет в себе И сущность И физическое Которое Обитает сразу Во множестве Миров И объединяет в себе Всю мудрость Может вернее Объединять Потому что К сожалению Я не вижу Людей Многих людей Которые бы Объединяли в себе Эту всю мудрость Всех миров И так далее Ну Алексей Наверное Не Не совсем Как бы С самой формулировкой Соглашусь Почему Потому что Как ты сказал Сущность Пребывающая И вот это И Я скажу Что это объединение Физическое То есть И духовное И материальное Соединены вместе Где Сущность Например Может брать оттуда Информацию Да Физическое Может брать отсюда Информацию Все это вместе Объединяется И есть некое управление И когда Вот это все вместе Складывается Тогда человек Именно Человек Аз Он может Получать информацию От всех сторон Из всех миров И ее здесь Проявлять В этом мире А из этого мира Передавать туда То есть Это полноценный Человек Аз То есть Вот То что Небряется Богом На земле В человеческом теле Хорошо Я По мере Своего понимания Немножко Попробую Дополнить Или Если Меня простишь Поправить Значит Смысл Такой Что Все-таки В основе Как мы говорим Есть Сила В нашем случае Это Свет Изначальный Аз Который И Созидает В всем мире Как мы Разбирали В предыдущих Беседах Соответственно Тело Вот Как физический План Это все-таки Следствие Действия Этого Света Который В нас Есть А то Что мы Как бы Через тело Свет Постигает Окружающий Мир И Собирает Ту мудрость Которая С одной Стороны Есть в мире И Тут Всегда Сложность Что Сам по себе Дух Он же Свет В нашем Случае Несет Всю мудрость Себе Изначально А тело Нарабатывает Мудрость Исходя Из Как бы Того Что оно Находится В плотных Мирах Бытия То что Мы говорим Мир Яве Это уже мир Который Проявлен Который Имеет Достаточно Большую Инерцию И Временную И Материальную За счет Своей массы И Как бы Наложение Достаточно Большого Количества Физических Законов Которые С одной Сторон Нас Ограничиваются С другой Стороны Сохраняют Мерность Этого Мира И Сохраняют Возможность Его Существования Это То что Немножко Если поправить Алексей Тут нет У тебя Возражений Абсолютно Нет Вот Хорошо Это значит По поводу Того что Это опять Одна из основ Нашего Ведического Миропонимания Что такое Есть человек И что такое Аз есм Как определение Божественного Существа Человека Осуществляющего Свой путь В мире Я Это Как бы Одно из основных Понятий Которые мы В той или иной Мере Сейчас разобрали Если какие-то Вопросы будут С одной Сторон Можно написать С другой Стороны Как говорит Алексей Можно Как сказать Сделать И в чате На сегодняшний День Чтобы Не ждать Если есть Желание Расширить Это понимание Это раз Значит Одно Еще Из основных Понятий Род Даже Наверное Два Тут Основных Понятия Род Земной И род Небесный То Что с одной Сороны Мы Разбирали На безедах Но Никогда Не мешает Нам Еще раз Свернуться К этим Основам И понять Что такое Аз есм В этом Изложении Изложения Рода Небесного Рода Земного То есть Смысл В том Что Все Мири Созданы Единой Силой Как мы Горим Един И много Проявлен То бишь Исток Всемирия Он имеет Единую Основу И Произведено Все Единой Мыслью По крайней Мере На тех Вышних Пределах Которые И держат Всемири В стабильном Состоянии Потому что Даже если Мы глядим На себя Как вот Род Земной Мы живущие В мире Яве Мы понимаем Что уже У нас Есть достаточно Большая Степень Свободы Воли Она Не является Сто процентной Не является Даже там Пятидесят процентной Но Она Есть Тем не менее То бишь Какую-то часть Событийного Плана Который мы Формируем Вокруг себя Мы создаем Сами Исходя Из своих Возможностей Исходя Как раз Из того Уровня Свободы Воли Который Нам Делегирован По большому Счету Как Представителем Единого Целого В мире Яве Как По Одному Из По одному Из мнений Что Через Это Сущие Созидающие Все мире И развивается С одной стороны А с другой Стороны Познается Мое себя Что является Точно так же Развитием Вот Значит Род Небесный Да Или Как бы Вышняя точка Рода Небесного Все Бог Род То бишь Изначальный Источник Через Которого Или У Которого Возникает Мысль По Рождению Всемирия Именно так В родовом Исходе Говорит Роди Всевышний Миры Породил Миров Прародитель Начало Всемирия И вот туда Восстановимся Запомним Фразу Потому что Музыкальная Пауза Подходит Значит Мы остановились На Роде Всевышнем И сейчас Включим Музыкальную Паузу Немножко Отдохнем Потом Продолжим Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем Разговор Продолжаем Разговор На Народном Славянском Радио Напомню Что по одному Из современных Календарей 24 марта 2016 года Четверг По одному Из старинных 23 день Месяца Пробуждения Природы 7524 Лето Вторник Поздравляю Кто отмечает Красногор И Масленцу Желаю добра Всем вам Лично Вашим Семьим Родам А мы Продолжаем Разбирать Тему Суть и Смысл Русских Славянских Обрядов Главное Светущее Сурияр И мы Становились На Роде Всевышнем Пожалуйста Продолжай Продолжай Ну я Сегодня Так как Мы В предыдущих Беседах В достаточно Большой Степени Касались Я поэтому Немножко Сужу Саму Схему Изложения Потому что С одной Сороны Объемная А с другой Стороны Касались Неплохо И В последующих Беседах Все равно Будем Всегда Возвращаться Почему Потому что Для нас Это ключевая Позиция Сознание Страя Как Сознание Того Как устроены Наши Небеса Как устроен Мир Яви И каким Образом Они взаимодействуют Каким Образом Как Понятие Кон И Кон И пронизывают Нашу жизнь Вот Поэтому Буквально На Коротке Ну Условно Не условно А безусловно Если исходить Из Того Обычия И того Родового Искона Которого Представляю Что Род Явленный Во множестве Великов И сил Как бы Нами Может Основаться Как некая Единая Идея Единая Мысль Которая Пронизывает Все Но Это В самом Исконе Изначально Говорится Но Пока Мы не Поймем Как Эта Мысль Действует Это Для нас Может Оказаться Ну Просто Как бы Некой Картинка Висящей Вне Нашего Сознания Так Вот Смысл Такой Что Род Во множестве Великов И сил Во всем мире Пребывающий Яфи Нафи Силами Своими Созидающих Значит Что В любом Месте Где бы Мы Не находились В любом Месте Воспринимаем Могу Нами Явного И В том числе Неявного Мира Как мы В предыдущих Беседах Разбирали И сегодня Отчасти Что Навный Мир Или Неявный Мир Для нас Он В постоянном В постоянном Режиме В постоянном Соприкосновение С нами И соответственно Как По Как По Одной форме Что яфи Найфи Между собой Постоянно Соединяется И Правью Направляются Вот Правь в данном Случае Как одно из Понятий Точно так же Мы разбирали Что это В первую Очередь Основное Правило Основной Принцип Который Задает Направление Движение Сил Которые Созидают Всемири И При этом Сохраняет Равновесие Для того Чтобы Всемири Не было Этими силами Разорвано И порушено Вот То что Как И Издревле И Сейчас Многие Что прав Вместо Пребывания Наших Богов Тут нет Противоречий По большому Учету То что я Писал Что Это Силы И Лики Как Мы В предыдущих Беседах Разбирали Немножко Чем Отличаются Силы И Лики Собственно Говоря Любой Лик Может быть Силой Но Не Любая Сила Может Проявить Себя Как Лик Но При этом Это Не Уменьшает И Не Умаляет Их Значимости Как Божественных Проявлений Которые Созидают Всемири Поэтому Род Всебог Да Как Часто Людям Объясняют По большому счету Нет разрыва Между родом Земным И родом Небесным Есть Постепенно Набирающие Набирающиеся Качества Переходящие В другие Состояния Соответственно Мы Как люди Живущие В мире Яве Достаточно Плотны Подвержены Всем Физическим Законам Которые В данном Случа Правилам По которым Силы Созидают В мире Проходя По уровню Своего развития Меняя Своё Состояние На более Световое Мы Обретаем Возможность В меньшей Степени Быть Ограниченными В меньшей Степени Ограниченными Теми Принципами Которые Созидают Мир Который Доступен Об ощущениях И через Это мы Опять же Расширяем Возможности Способы Своего Восприятия И возможности Для взаимодействия С более высокими Планами Бытия То бишь С более высокими Уровнями Проявления Рода Небесного И как Священных Формулах Говорится Предки Наши Выбрав Меру Своего Бытия Славь Светлую Зашли И стали По праве С богами Родными В единстве Вот Это то К чему Мы можем Стремиться И то Что собственно Говоря Формирует Наше Мировоззрение Если оно Не является Разложенным Мороком И не Подвержено Состоянию Смерта То Чем Мы В какой-то Из передач Навернемся Чтобы Разобрать Что Таково Смерть Чтобы нам Каждому Из нас Не впадать В это Состояние Алексей Скажи мне Пожалуйста То Кого Ты Называешь Родом Всевышним Это Можно ли В других Традициях Его Переравнять Например Рамхат Или Всебог То есть Кого Все Пошло Я говорю Как бы Вершиной Рода Небесного Един И многопроявленным Многопроявленным Он становится И тогда Он становится Родом Небесным Един Это значит Он имеет Единую мысль Которая Является Началом И источником Порождения Смерти Тут Нет Вопрос 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 Дурной Это не значит Что дурной Просто Вместе Что Этот вопрос Не имеет Безусловного Ответа Кто породил Долго Или там Кто породил Я говорю Смысл Такой Мы можем Сказать Потому что То что Ведомо мне Это Ведомо мне Я могу Просто На уровне Слов Это передать На уровне Состояния Я могу Передать Это людям Которые Там Не один Год Будут Обучаться А в том Ключе В каком Есть Подразумевает Что Свет И Мысль И силы Родова Практически Между собой Не отличаются Это с одной стороны И поэтому Мы можем Сказать Что свет Первичен А род Вторичен А можно Сказать Что род Первичен Свет Вторичен Точно так же Как ты Зазал Потому что Тот слог Который мы Используем Для Обозначения Света Созидающего Порождающего В всем мире Ра Свет Во Множестве Видимых И невидимых Созидающих Сил Которые Проявляет Всемир По большому счету Он является Источником Ра Породил Рода Или род Породил Ра Понимаешь Потому что Род Это Опять же Принцип Почему Мы тогда Разбирали Принцип Белобога И Чернобога Как два Принципа Не обязательно Обозначенные Как лики Которые держат Всемирие В равновесии В данном случае Я говорю Мы можем Точно так же Обозначить Это Род Как принцип Порождающий А Ра Как принцип Созидающий Вот и все То есть Нечто Создает Форму А Нечто Наполняет Ее Как бы Живой Через которую Проявляется Та жизнь Которую Мы можем Воспринимать Тут Поэтому И когда Говорят Вот этот Или вот это Я говорю Очень просто Все решается Доберетесь До этого Понимания Увидите Воочию И поймете Кто был До Вот Сегодня Мы видим Что у нас Нет противоречий Потому что Эти силы Находятся В единстве Они не находятся В противоречии Ну вообще Я задал Немножко По другому Вопрос Я задал Можно ли Можно ли Назвать Рода Всевышнего Всебога И Рамха Одним и тем же Потому что И по одной версии И по другой версии Сначала Не было ничего И вот Проявился здесь И пошло Все Вот от него Пошли все Рода То есть От Рода От Рамха От Всебога И так далее Вот такое воплощение Поэтому я тоже Не вижу здесь Каких-то проблем Я поэтому говорю Кто-то в одной Традиции Называют Таким именем Другой традицией Таким именем Потому что Рамха По сути Вот то что ты говорил Это Ра Божественная мудрость Сияющий свет Да М это Мысль Или мудрость Кто как переводит Хайт Утверждающая энергия То есть Утвердилась Создалась То же самое Про Рода Можно сказать Что без него Бо-то ничего не произошло То же самое Про Всебога Который как раз Олицетворяет все это Лучше ли В каком писании Что-то более точно сказано Я так смотрю Как на маленьких Глупеньких детей Чего там разбирается Это по сути Одно и то же Вот И собственно говоря По-моему В ответе Своем Я придерживался Той же мысли Которую Ты завтра Именно да Я поэтому и уточнил Можно ли Я поэтому и уточнил Можно ли это Сказать Что это одно и то же То есть И так называй И так называй И так Это суть одного и того же Тут видишь Тут еще есть Такой не то чтобы Скользкий момент То о чем я Говорю И неоднократно Просто Не надо Создавать себе Слишком больших иллюзий Что Так как Если нам открыты Какие-то принципы Даже достаточно Высокого уровня Это не значит Что нам открыты Все Как бы Изначальные имена Потому что Вышние боги Имеют с одной стороны Много имен Во-вторых Надо понимать Что Люди Которые изучают Традицию По писаниям Это не значит Что Они имеют Безусловное Знание И безусловное Взаимодействие С более Высокими Состояниями Когда Им Открываются Имена Поэтому Мы Пользуемся Именами Вот Когда Я говорю Люди Изучают Традицию По Писаниям Обычий Наш Они Естественно Принимают Это на веру И Как сказать Мы вот К вере Сейчас постепенно Перейдем Как к одному Из понятий Что Оно из себя Представляет И Соответственно Они Как сказать Должны Воспринять Это На веру И По большому Учету Вариантов Особо Нет Но Как сказано Вера Есть Верь И Будет Тебе В небеса Дверь Вот И все Хорошо Хорошо Но веру Мы уже Касались У нас Тема В одной Очень подробной Теме Была разобрана Сегодня еще раз Ее Коснемся Немножко Да Хорошо Я хочу Я еще хочу Дополнить Просто Я противник Того Чтобы мы Касались Слишком Высоких Материй Только Из-за того Чтобы О них Поговорить Я Противник Того Чтобы Давать Какие-то Четкие Определения Тому Что Человеческий Мозг Не может Просто Себе Даже Вообразить Потому Что Это все Очень Такие Бестолковые Получаются Разговоры Вам Можно Говорить В этом случае Что угодно Вы будете Сидеть Раскрыв Рот И Говорить Да 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 Другой Дядя Вам скажет Совершенно Противоположное О том же Самом Будете Опять Сидеть Раскрыв Рот И Говорить Да 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 А может Быть Полезете С ним В драку Потому Что Его Слова Противоречат Тому Что Вы До Этого Слышали Нельзя Говорить О том Что Вы Никогда В этой Жизни Не попробуете Можно Сказать Что Там Примерно Находится Что Нас Там Ожидает И Откуда Все Примерно Пошло И Этим Ограничиваться Потому Что Во-первых Будучи В навозной Куче Сидя Грубо говоря В навозной Куче Вряд ли Вы Окажетесь Вот Сразу Из навозной Кучи За каким-то Богато Накрытым Столом С белыми Скатертями Вот И Рассуждать Ни разу Не оказавшись Там За этим Белым Столом Накрытыми Белыми Скатертями Из своей Навозной Кучи Наверное Очень глупо И примитивно Надо сначала Вылезти из Этой Навозной Кучи Отмыться Почиститься Одеть Ходостойную Одежду И потом Уже Идти за Стол Который Накрытый С белыми Скатертями И тогда Уже Сидя За ним Находясь На другом Уровне От навозной Кучи О чем Либо Порассуждать Может Быть О более Высоком О чем-то И так далее Но Глупо Понимаете Глупо Не пройдя Этапы Какого-то Развития Примитивнейший Говорить о чем-то Более Высоком Причем Говорить Так Как будто Вы хотите Получить Ответ На то Что Мне Сейчас Придется Вот Пригласили Туда Мне сейчас Придется Там Оказаться И я Не знаю Как себя Вести Чтобы Неловкую Ситуацию Мне не Попасть Расскажите Мне пожалуйста Какие там Манеры Поведения Как вот там Надо ножкой Двигать Ручкой Как там Глазами Косить И так далее Во что Надо быть Одетым Давайте Не будем Этих частностей Касаться Это что Они абсолютно Бестолковые Не отнимают Вашу жизнь Ваше время И ничего Общим счетом Большим счетом Не дают Поэтому давайте Не будем говорить О том Что сейчас Вас не можете Касаться Мы просто Говорим Что есть Высшие миры Что есть Многие Измерения Куда нам Надо стремиться А стремиться Надо Проходя свой Класс развития Свою школу развития Познавать Этот мир Познавать себя Учиться Ощущать Прием Принимать Информацию Оттуда Принимать Какие-то знания Объединять их Складывать Копилочку И так далее То есть Сделать то Что положено Делать первокласснику А вы уже Говорите о том Не просто Что есть Институт Не просто Что там сидят Более взрослые дяди Не просто Что там Они что-то делают А вы пытаетесь Залезть В те процессы И в те приборы Которые меня там Оперируют Не зная вообще Элементарных вещей Для того Чтобы к этим приборам Просто подойти Приблизиться Вот о чем я Поэтому Это разные разговоры Вот такие Они Честно говоря Меня уже начинают Утомлять иногда Когда вот народ Так вот пристает А расскажи что-нибудь Ну расскажу А дальше чего Ну давай дальше Очень интересно Хорошо Ну я заранее Приношу Извинения Свои Семь родовичем Если вдруг Там Все-таки Надо понимать Что Общаясь с вами Не просто так А находясь В неком Возвышенном состоянии Что Бывает Что Начинаю Сразу Достаточно Большие Объемы Шевелить И излагать А так как Ну для меня Это Более-менее Как бы Доступно И понятно Человеку Может быть Не в той Степени Готовности Как у меня Немножко Может быть Сложновато Но Но я не к тебе Претензии Я сказал Это к тому Что многие Начинают Задавать вопросы Не будучи готовыми К этому Вообще Даже пониманию Я все понял Поэтому я говорю Что Мы Всегда возвращаемся И в беседах И в следующих Беседах Всегда возвращаемся Немножко К тем Эфирам Предыдущим Где мы разбирали Какие-то более-менее Сложные Объемные понятия Для чего Для того Чтобы с одной стороны Вот это понятие Раскрыть Более широко С разных сторон И Помимо того То что я И с Алексеем И обсуждали Что задача Не создать Некую картину Мировоззренческую Которая повиснет Где-то над вами В небесах И Будете говорить Какая красота Нет Смысл такой Чтобы это было Полноценное Миропонимание То которое вы можете Использовать Не только можете А которое Вам необходимо И у вас будет Возможность Использовать В своем Каждодневном Движении В этом Собственно говоря Задача А не просто Поговорить О красивом Или о том Как устроено Все мире Потому что Одно с другим Оно не находится Противоречено Просто не нуждается В дополнительной Полноте Да И даже навозная Куча Она для чего-то Нужна И необходима Наверное Какой-то Этап Времени Этап Развития Ей посвятить Для того Чтобы разобраться Откуда она Появилась И так далее Как червяку Выбраться Из навозной Кучи Сейчас сразу Скажу Значит Червяк Должен понять Что он Червяк И находится В навозной Кучи И тогда Он может Выбрать Хоть какое-то Направление Самое смешное Что любое Направление Им выбрано Уже будет Неким деланием В конце концов Его выведет На поверхность Это так С одной стороны Смеха ради А с другой стороны Совершенно Рабочая схема Любой шутки Есть доля шутки Давай дальше Хорошо Хорошо Значит Мы коснулись Сейчас Немножко веры Мы вот я говорю Сегодня С одной стороны Разбираем В той или иной Степени Те Понятия Которые мы Разбирали На предыдущих Наших беседах И в то же время Мы уже Как Я надеюсь Сможем выйти На более Объемный Более широкий Уровень Восприятия Этих понятия И поэтому Когда Там Спрашивают Меня Чем вы занимаетесь Или Чего добиваетесь Я отвечаю Иногда Достаточно просто Мы Стараемся Восстановить Веру Вот И как В предыдущих Мы Касались Этого Момента Но В большинстве Случаев Люди Воспринимают Веру Так как В Принципах Восприятия В тех Смысловых Рядах Которые Носят Наши люди Не в плане Критики А просто Оно так Сложилось Именно Таким образом Мировоззрение Было Затолкано Во множество Голов Что Вера и Религия Для них С одной стороны Являются синонимами А то Что Имею ввиду Я Когда говорю Что восстановить Веру Не является Ни тем Ни другим То есть Это не религия Ни вера Как синоним Религии Потому что Как сказать В высшем своем Проявлении Значит Вера Да Потому что Вера У нас Вера Ведание Сам по себе Одно из Обозначений Того родового Обычая Которым Мы идем Вера Подразумевает Возможность Безусловного Достаточно Чистого Восприятия Движения Сил Во всем мире И Как Получение Там Не То чтобы Наставление Или направление Но как бы Понимание Своего Соответствия Движению Этих сил Вот Это одно из Важнейших Проявлений Того Что мы Можем Называть Верой Вот Еще Есть у нас Понятие Которое Разворачивающее Но в то же время Когда мы Используем Слово Вера Оно имеет В себе Как я и написал Разные проявления Разные состояния Потому что На первичном Состоянии Человек Говорит Я верю Но в данном Случае Это просто Доверие То с чем Он начинает Двигаться В традиции Почему Потому что Без доверия С одной стороны К наставникам Без доверия К тому Что Наш родовой Обычай Имеет право На существование Без доверия К тому Что Это Знание Ему Необходимо И оно Приведет К неким Новым Возможностям И состояниям В этой жизни Человек Не двигается Как правило Почему Потому что Критично Подходя К любому Изложению Не включая Вот этот Элемент Доверия Я не призываю Здесь К слепой К слепому Восприятию Почему Потому что Наш родовой Обычай Он все-таки Прописан Уже Достаточно Четко И мы Видим Там На протяжении Многих Поколений Колен Нашей жизни Родовичей Как он развивался Как Проявлялся В жизни Людей И поэтому Те Советы По следованию Родовому Обычаю Они в общем-то Безусловны В своем Качестве Если говорится Что Правильнее Сделать Так Как правило Значит Это и есть Так Это Тот уровень Как бы Первичный Который Мы Движемся Как таково Вера Сначала Как доверие Вера Как Возможность Получения Знания И Следующий Элемент Вера Как Ведание То есть Когда То что я Сказал Восстановление Веры Когда Вера Восстанавливается В том Ключе Что вы Уже Способны Воспринимать Движение Сил Во всемире В данном случае Как минимум Вокруг себя И В той или иной степени Соразмерять Словно Своё движение С этим Движением Поэтому Вера В нас Я говорю Развивается Сначала Проявляется В нашем Движении В Традиции Сначала Сначала Как значит Доверие Потом Вера Как возможность Вера Как уверенность Потому что Если мы Убедились Что Какое-то Количество Людей Вокруг нас И вместе с нами Следует Путём Родового Обыча И Подтверждение Нашему Доверию Как бы Первичному Мы видим Что Всё у них Складывается Правильно Тогда Мы Переходим В состояние Из доверия В уверенность И это ещё Пока да Уровень Земной Это ещё Не уровень Раскрытия Более высоких Планов События Потом Только Человек Начинает Постигать Веру Как Знание Он Изучает Традицию Он Начинает Соотносить Как бы Своё Движение Со своим Пониманием Пока ещё Земного Толка Если он Движется Дальше То О чём Я Говорил Что Каким Образом Вера В своём Наверное Лучшем Состоянии В нашем Миропонимании Представлен Это Возможность Перейти Вера Ведания Когда ты Видишь Понимаешь И следуешь И вот это Ведание Твоё Через это Раскрывается Вот четыре Состояния Веры Которые Нам Доступны И через Взаимодействие Друг с другом Через Возможность Поучения И Следования По жизни В родовом Исконе Мы эти все Состояния Реализуем И Как показывает Практика Вот условно Даже Если небольшой Процент Из всех Радовичей Имеет веру Достаточно Высокого Уровня Такое Общество Сообщество Содружества Радовичей Сбить с пути Не представляется Возможным Никаким Внешним силам Алексей Хорошо Давай наверное Вот так вот Тоже отметим Что Здесь можно То что ты Говорил Разложить Очень Просто Наверное По взрослению Ребенка Сначала Ребенок Принимает Все на веру От родителей Что его окружает Он все принимает За правду Он когда познает Мир У него нет Своего опыта Жизненного Нет своего Ощущения В этой жизни И все что Говорят родители Для него это правда Он принимает Это на веру Взрослее Он меняет Уже С точку зрения Отношений К родителям И они Для него Становятся Уже не просто Богами Которые Что говорят Это правда Становятся Уже старшими Товарищами Которые Говорят Иногда Правду Иногда Неправду Как ему Кажется Уже Появляется Свой опыт Потом Они становятся Для него Уже На равных Как бы он Пытается С ними На равных Общаться И тут Он начинает Проявлять Уже себя И свое знание Выдавать Как истину Последней инстанции И вот Когда он Уже шишек Наломает Он переходит Четвертому Этапу Своего развития Когда понимает И то что Пап с мамой Говорили Бабушке С дедушками Там может быть Не совсем Все верно И то что он Когда-то считал За правду Скорее всего Тоже не совсем верно И тогда он Переходит К тому варианту Который говорит Чем больше я познаю Тем больше знаю Что я ничего не знаю И он начинает Тогда уже Обращаться К мудрости Более древней К нашей Родовой Если конечно У него там Тяма в голове Есть И масло Там закипает Иногда Вот Тогда он Обращается К этому И получает Уже те знания Которые называются Веданием И тогда Вот вера Это становится Той истинной верой Которой мы Говорим Постоянно Благодарство Алексей Допомнил В лучшем виде Так У нас еще Восемь минут Так что Можем продолжать А Так я Что-то смотрю У меня вроде показывает Что время песни А в принципе А ну да Это я что-то Как-то сам Уже затормозил В общем-то да Наверное Стоит нам уже Перейти к песне Да Это я заслушался И уже типа Песню пропустил Вперед Как будто она уже была Ну что ж Песня так песня Давайте слушать Отдыхать Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем разговор Продолжаем разговор На Народном Славянском Радио Напомню Что по одному Из современных Календарей 24 марта 2016 года Четверг По одному Из старинных 23 день Месяца пробуждения Природы 7524 лета Вторник Поздравляю С Красногором Маслин С тех Кто отмечает Эти замечательные Весенние праздники И напоминаю Что мы сегодня Разбираем Вопрос Суть и смысла Русско-славянских Обрядов Главный Севедущий Сури Яр Итак Продолжаем Беседу Продолжаем Беседу Ну Скажем То Что было Запланировано Наверное По ключевым Каким-то Позициям Мы немножко Прошлись Так как Все равно Их Достаточно Много И мы В той или иной Степени К ним возвращаемся И будем возвращаться И впредь Потому что Хотелось бы Может быть Еще что-то Добавить Но Судя по времени Я думаю Мы уже Перейдем К тому Чтобы разобрать Как Что есть Обряд В Нашем Обычае Родовом И Каким образом Мы можем К этому Обряду Приобщиться Если понять Из чего Он Заключается И Как бы Есть ли какой-то Смысл В этом Приобщении Скажем так Да Вообще Есть ли в этом Смысл Надо разобраться Да Да Может Значит То Та Линия Видовства Которую Придерживаюсь Я Она Обозначает Обряд Как Основу События Родовичей Рода земного И Родовичей Рода небесного Это Это Ключевой Элемент Ключевая Составляющая По сути Ось Которая Держит Нас Как Род Род Земной Родовичей В Правильном Состоянии По отношению К роду Небесному Потому что Если Этого Нет Как говорили Древние Тот род Тот род Который Утратил Связь С небесами Это Мертвый Род Вот И нам Чтобы не быть Мертвым Родом Как Согласно Тому Обычаю Той Линии Которой Придерживаюсь Я И которая Подтверждена Для меня Моим Духовным Опытом В том числе Подразумевать Что это В самом деле Является Ключевым Нашим Событием Которому Мы Все Как сказать Хотелось бы Чтобы были Сопричастны И хотел сказать Должны Но Долженствование Возникает Тогда Когда у тебя Есть осознанность Я вот Придерживаюсь Этого момента Поэтому Мы Изначально Попробуем Разобраться С самим Словом Обряд Потому что Часто Используют Слово Для Обозначения Неких Подобных Действий Слово Ритуал Но Слово Ритуал Оно И не Имеет Изначального Как бы Нашего Происхожения Хотя Если по Кодово-слоговому Разбирать Тут Нет Никаких Противоречий Собственно Говоря Ты знаешь Я даже Не уверен Что так Можно Подходить Что это Не наше Слово Потому что Слово Рита Рита Существует Рита Ритуал Полный Цельный И так далее Поэтому Ритуал Это Законы Которые Захватывают Все Небесные Законы Поэтому Если даже Это кто-то Говорит Что пришло От другого Народа Вопрос А у другого Народа Откуда Появилось Вообще Может быть Это просто Хорошо Забытое Наше Поэтому В данном случае Я не считаю Что это Слово Иностранное Да Мы Неоднократно Убеждались В том Что Пытаясь Разобрать Какие-то Как казалось Совершенно Иностранные Слова Мы находим В них Истотный Смысл И Соответственно Сразу же Становится Ясно Что Даже С некоторыми Искажениями Как ушло От нас Спёрли Ты у нас Скажем Так Спёрли У нас Догласовка К нам Вернулась Оно Да Становится Но Просто Тут Я Наверное Делаю Некое Своё Развлечение Ни в коем Случа Не навязываю Я просто Скажу Как Для Вот Обозначения Неких Действий Я Тем Людям С которыми Взаимодействуют Тем Радовичам Которые В той или иной Степени Участвуют В обрядах Я Объясняю Ритуал Подразумевает Некое Более Как бы Индивидуальное Действие Рассчитанное На Либо На одного Человека Либо На малое Количество Людей А обряд В этом Смысле Включает Себя Более Как бы Широкие Объёмы Взаимодействия А давай Ещё тоже Маленькую От себя Тоже Ставочку Сделаем На мой взгляд Ещё можно так сказать Что всё-таки Ритуал Это ближе К такому Жреческому Направлению Когда жрец Может один Провести Реки Ритуал Или вместе С другими Но это Нечто такое Доступное Более узкому Кругу людей А вот обряд В обряде Могут принимать Уже много людей Множество Скажем Больше одного В любом случае Должно быть Вот Поэтому Жреческое Направление Мы сейчас Вообще Трогать Вообще Не будем Потому что Не задача Наша сегодняшняя Программа О жречестве Говорить Мы говорим Сейчас об общих Каких-то вопросах Которые должны Быть доступны Всем Говоря об обряде Мы в любом случае Коснемся Жречества Ну и как бы Может быть Какого-то Это понятно Жрецы же Да Принимают участие В обрядах Поэтому так иначе Просто ритуал Более Более специфическое Можно так сказать На данном этапе Более специфическое Некий Прикладной смысл Вот я бы Наверное Так сказал Потому что Обряд С одной стороны Имеет Прикладной смысл Но он не Там бывают Какие-то требные Обряды Ну я говорю Сейчас Потихоньку Будем разбирать Естественно Все По обрядам Скажем Я просто Постараюсь Сегодня в той или иной Степени На отпущенное Там небольшое Время Изложить понятие О самом обряде И о смысле Нашего В нем Участия Вот примерно так Вот Само по себе Слово Обряд Ну вот И в словаре То тем Которым Мы пользуемся Используется Также Я имею Сейчас Его семантическое То есть Смысловое Наполнение Подразумевает Что оба Ряда Оба Ряда Значит Потому что Есть Слово Ряд Которым Мы Пользуемся И Скажем В изложении Каких-то Духовных Составляющих Как Определенная Совокупность Вещей Или там Событий Увязанных В неком Едином Смысли Вот Если Как в духовном Опять же Изложение Разбирать Так вот Ряд Или Оба Ряда Это значит Оба Ряда Это Сведение Воедино Ряда Небесного И ряда Земного И собственно И в этом Есть Первый И основной Ключевой Смысл Любого Обряда Который Проводит Радович Потому что Скажем Некое Этнографическое Действие Для того Чтобы Потешить Себя Там В общем-то Там Зажечь Костры Может быть Попрыгать Через огонь Или что-то Еще Это Не значит Что Обряд В данном Случа Состоялся И в то же Время Как Показывают Ведуны Сильные Жрецы Порой Доходят До этого Состояния Потенциально Что По большому Счету Обряд Соединение Небес И Земли Они могут Запустить Практически Чуть ли не В любом Месте И в очень Короткий Промежуток Времени Само По себе Событие Как обряд Оно Может Состояться Так вот Как Издревле Говорится Времена На Небесах И На Земле Текут В разном Режиме Почему Потому что Мы Погруженные В мир Яви Ограничены Многими Мерностями И Ограничены Многими Конами Которые Направляют В течение Нашей Жизни И как Я Объяснял Буквально Недавно В сегодняшней Беседе Что По мере Повышения Своей Светимости Как вот Это По Возрастанию Иерархическому В плане Света Рода Небесного Мы Определенное Количество Этих Ограничений С себя Снимаем И обретаем Большую Возможность И Свободу Слово Такое Употребим Для Взаимодействия С родовичами Рода Небесного И взаимодействия Опять же Со всем Окружающим Миром Ну вот И Значит Те События Которые У нас Происходят Почему Основная Часть Событий Праздничные Да Вот У нас Есть Четыре Спицы Как По Следованию Колоходу Или Кологоду Или Потому что Лето Это Лето А Ход Кола Это Движение Солнца В течение Единого Лета Вот Что такое Колоход Поэтому Мы Фиксируем Четыре События Основных Это Осеннее И весеннее Равноденствие И Зимнее И летнее Солнцестояние И Между ними Как Предки Разделяли Еще Четыре Сречи Вот Эти Восемь Спиц Коловрата Это И есть Обозначение С одной Стороны Времени Движения Нашего Солнца А с другой Стороны Это Обозначение Неких Принципов Которые Держат Все Мире Которые Мы Сегодня Затрагивать Не будем Почему Потому что Как Там Это Достаточно Большой Объем И Попытка Как бы Нырнуть Туда Нас Немножко Размажет Уйдет От основной Темы Но Смысл Такой Что Вот Есть Четыре Спицы Основных Спицы Это Среча То Сречи Встречи В Древней Старой Транскрипции Среча Что Как бы Не Противоречит Собственно Гре Это Одно И то Слово Которое Подразумевает Что Проходя Определенный Промежуток Происходит Вот Там Как В Поговорках Зима Солнце На лето Зима На мороз Примерно Так Там Громница Зимняя Перунов День Это Ирила Вешний По весне И Деды Осенние По осени Или там Кто Как бы Марин День Величает Немножко Календари Расходятся Но тут Нет Каких-то Радикальных Противоречий На сегодняшний День Кроме Того Что Я все-таки И сам Придерживаюсь И те Радовичи Которые Идут В том Ключе Что Я говорю Что для нас Все-таки Определяющим Является Сегодняшнее Движение Солнца Поэтому Исходя Из Вот этих Калоходных Дней Когда Солнце В том Или ином Состоянии Мы И Проводим Обряды Проводим Все необходимые Действия Для того Чтобы Попасть В Равновесие Или Как я В предыдущей Бесерии В резонансное Взаимодействие Попасть В лад С движением Сил Потому что Если мы Проводим Обряд Не в те дни Когда Происходит Само Движение Сил И светило Значит Мы можем Оказаться Вне Правильного Взаимодействия С ними Соответственно Сам Обряд Как Действо Соединяющее И уравновешивающее Небеса И землю Может Не состояться Не произойти Поэтому Мы Исследуем В самих Обрядах И в том Календаре Который Есть Чтобы Оказаться В правильном Взаимоотношении Просто Алексей Может быть Ты Там Сталкивался Как-то То что С ребятами Мы На Летние Перуновые Дни Попали В одно Место Когда Там Было Определенное Состояние Этого Места Мы Думали Что Это же Состояние Будет Там И По Истечении Какого-то Имени Оказалось Что Только Несколько Дней В году В соответствии С определенным Ритмом Там Возникает Движение Сил И Соответственно Зная Этот Естественный Природный Календарь Мы Можем Взаимодействовать С этим Силами В другое Время Если мы Попадаем На это Место Мы В это Взаимодействие Не попадаем Это то Что касается К чему Нам Хорошо И сейчас И потенциально Через Ведающих В родах Наших И Привязать Наш Календарь Потому что Следовать Традиции Древней Или Очень Древней Просто Надо Понимать Что Всемирье Меняется И Буквально С первой Беседы О чем Я постоянно Не забываю Повторять Что Обычай Наша Традиция Наша Родовая Должна быть Современно Почему Потому что Боги Наши Меняются Небеса Наши Меняются Мы Сами Меняемся И Даже Для меня Там Определенный Показатель Того Что Сейчас Достаточно Много Родовичей Проходящих Именно Речения Получают Имена Достаточно Сложные Почему Что Уровень Развития Их Соби Их Сущности Достаточно Высок Что Они Уже Получают Имена Сложного Уровня Не те Которые Там Были Там 600 700 Лет Даже Назад Это Столько Оставим Алексей Давай Я вот Еще Скажу Надо Понимать Наверное Всем Надо Понять Следующее Что Есть Местные Какие-то Дела Совсем Местничковые На Каком-то Конкретно Взятом Участке Земли Где Вот Здесь Что-то Конкретно Происходит И причем Оно Происходит Именно Здесь Оно Может В других Местах Вообще Никак Не Проявляться Второе Это Может Быть Явление Проявленное На всей Земле Вот Как Например Зимнее Кресенье И так Далее Вот Раз И вода Становится Такой Заряженной Все Замечательно Хорошо И Не важно Кто-то Махал Чем-то Над этой Водой Не Махал И Делал Какие-то Пасы Говорил Какие-то Слова Не Говорил Все равно Такая Будет Вот Есть То Что Называется Уровни Солнечные Когда Все Земли Этому Подвержены Есть Уровни Галактические Вселенские И так Далее Это Природное Явление Нижнего Среднего Высшего И сверхвышнего Уровня А Есть То Что Называется Еще Связанное Конкретно С богами Вот Еще Надо Про богов Тоже Уточнить Что Есть Проявления Богов В каком Либо Явлении Проявления А есть Сами Боги Ну К примеру День рождения Например У Перуна Условно Сидит Перун Сварогович И ему Все поздравления Шлют Смс Поздравляем Тебя С днем рождения Кто-то Звонит Ему Перун Поздравляю Тебя Цветы Ему Шлют Коробки С конфетами Условно По нашему По земному Говорить Оно Может быть Вообще Никак Не связано С какими-то Явлениями Которые Происходят На земле Может быть Вообще Не связано С явлением Которые Происходят На солнце Где-то еще Просто У этого Нашего Радовича День рождения Всем хорошо Всем приятно Мы его Поздравляем Есть проявления Действия Перуна Которые уже Отражаются Реально Они уже Сегодня в рождении Могут быть Вообще Никак Не связаны Он пришел На свою работу Включился И эти проявления Стали проявляться На землях На солнце На земле На нашей И в каких-то Участках земли То есть Природные Некие явления Какие-то циклы Есть то Что происходит Даже Нет в зависимости Него Просто так Вот закручена Наша система Что вот В определенные моменты Происходит Вот это Вот это Поэтому мы можем Говорить о некоторых Ипостасиях Совершенно разных Первое Мы говорим Сейчас Насколько я понимаю Больше говорим По вот этим Четырем точкам Солнцестояния И равноденствия К примеру Да Которые здесь На земле Встречаются Мы можем говорить О каких-то еще Дополнительных проявлениях Которые на земле Происходят Можем говорить О проявлениях Которые Земля Проходя какие-то Инстанции Космические Они во всем Космосе есть А можем говорить Просто о каких-то Знающимых Для богов Явлениях Ну В частности День рождения Там еще что-то такое Вот сейчас Мы говорим В первую очередь Вот Я наблюдаю Просто Зачем ты говоришь Это как раз О тех явлениях Которые вот Происходят по солнцу И вот этих днях Когда эта сила Она проявлена И вот этому Надо следовать В первую очередь Сейчас об этом Ты говоришь Да Да Тут Нет противоречия Просто Потому что Я сейчас объясню Почему я это уточнил Потому что Очень часто бывает так А почему Вот например Вот эти там Праздную вот сейчас А вот эти вот сейчас А вот эти вообще там Ну там через две недели Я говорю Ну к примеру Через две недели У нее день рождения Да А вот это явление Началось сейчас Оно длится Подготавливать туда Ну как это вот Более просто Чтобы объяснить человеку Ну потому что Ну бывает Ну приходит человек Который Еще никогда этим Не интересовался И у него Все очень просто Выстроено С точки зрения Библейских традиций Как вот говорится Вот там вот так просто Вот заповедь там Не делай вот этого Не делай вот этого И вот он привык Так форматировал Своё сознание В этом направлении И дальше Ему предстоит Что-то тяжело Ну значит Говорим с ним В этом направлении Если человек Уже как-то развился Он уже что-то Начинает понимать Мы говорим Немножко в другом Если я вижу Что человек уже Достиг определенного уровня Говорим по третьему А если я вижу Кто-то перед мной появился Тот который выше Там по пониманиям Я говорю Слушай Поделись информацией Ну-ка расскажи Что там Вот А сейчас мы говорим На таком языке Довольно упрощенном Который бы был понятен Что вот есть явления Которые невозможно отменить И вот эти вот явления Взращивание силы В эти моменты Которые на Земле происходят Они очень активны И их надо использовать Всё правильно И тут Потому что Часто ещё так Терминологически Такие Мелькают термины Лунные Или солнечные Типа Мы же солнечные Мы же вот Ра там Или Сурья света Солярники Да Ну Как Известно По сути И И в той или иной степени В обычае нашем Это отражено Что Предки наши Знали Как взаимодействовать С Солнцем И как взаимодействовать С Луной По большому счёту Достаточно Большое количество Скажем так Наверное Женских Но Я не говорю Что все Достаточно большое количество Женских обрядов Они как раз Связаны с Луной И проводят их Ведьмы Ведуньи Кудесницы Именно В определённые дни Исходя из фазы Луны Для достижения Тех или иных целей Поэтому Тут Я говорю Одновременно Два календаря С одной стороны Существуют Но основной Так как Наша жизнь Всё-таки Проистекает При Свете Солнца И При Ясном дне Соответственно Мы Для себя Как бы Первым мерилом Определяющим И Насыщающим Наш жизненные силы Всё-таки Определяем Сурию Наше солнце Пребывающие Пред нашим взором Каждый день На небосклоне Поэтому Двигаясь Дальше Скажем Что По сути Вот этот Вот момент Что коснулся Алексея Что Вот в эти дни Сила Она такова И взаимодействие С этой силой Позволяет Эту силу Собрать Сконцентрировать Себе И Получить Возможность Более правильного Более Чёткого Хода Потому что Наши предки Всё-таки Были И Кочевниками В той или иной Степени Связаны С движением Колохода Как бы С движением Сури По Годовому Небосклону И Как бы Более поздние Времена Большей степени Стали Земледельцами А земледельцы В этом плане Ещё более Привязаны Поэтому По мере Своего понимания В бытовой Традиции Потому что Как я и раньше Говорил Возвращаясь Сейчас Что есть Две традиции Которые По большому счёту Идут параллельно Как небеса И земля Но как правило В основном Не пересекаются Это ведовская традиция И традиция И традиция Бытовая Вот бытовая традиция Она там Во многом Представлена Как Уже Когда Ведающих Продакст Наших Стало Меньше Они Меньше Стали проявлять Оно Природилось В некое Бытовое Суеверие Обряда Верия Знаешь Единственное Я хочу поправить Себя Не то что поправить Даже А предложить Я бы не стал Так же Подходить Очень упрощённо Как нам в школе Говорят Что вот Человек прошёл От обезьяны И потом Он там Проходил все пути Эволюции В конечном итоге Кочевали Собирали ягоды Грибы Мухоморы И прочее Потом они стали Разводить скот Потом Были кочевниками Потом Перешли к сельскому хозяйству И тут-то всё и началось Мне кажется Это слишком упрощённый Такой вариант Поэтому от него Нельзя отталкиваться Ибо это опять Фрагментация Всего того что было У нас в жизни Было много Чего хорошего Если мы наследники Богов То изначально Мы не могли быть Кочевниками И собирателями Всё-таки Боги Они занимаются Более интересными вещами А вот Какие-то этапы Могли происходить На земле Из-за катастроф Из-за каких-то Неправильных действий Когда нас Мы вынуждены были Переселяться То есть Перекочёвывать Перемещаться Мы вынуждены были Заниматься Скотоводством Мы вынуждены были Заниматься Земледелием Отдельно от чего-то Но это всё было Перемешку Это нельзя сказать Что вот Сначала мы развивались От обезьяны И вот так вот Прошли все пути Эволюции В современную цивилизацию Опять же Мы тогда будем Следовать Той Путанице Которая нам в школе Всем в голову били И будет наш путь Тогда идти Этой обезьяной По товарищу Дарвину Ну Алексей Ты по-моему Прекрасно понимаешь Как я отношусь К этой К товарищу Дарвину Ко всеми его теориям Естественно Просто Как бы касаясь Исторической Ретроспективы Да вот там Ближайшие Доступные Я обозначаю Я же ни в коем случае Не сказал Что мы были Дикими раньше Собирателями Так сказать Когда слезли с деревьев Да Терлись об деревья И постепенно В общем-то Шерсть нас слезла Нет Конечно Это Нет Потому что Вот этих элементов Глобальных катастроф Как мы уже В предыдущих Беседах Их было Достаточно много И надо понимать Что Помимо Возможности Проявить себя Как божественное Начало Мы имеем Все-таки Своё первое Явное проявление Как люди Соответственно Имеем Достаточно Большой Объём Ограничений При этом Имеем Определённую Свободу Воли И выбора И тут Нет противоречий Просто Я говорю В ближайшей Перспективе Если взять Сарматские Времена Скифские Времена Взять Времена Как сказать Когда движение Благонов Это всё По большому счёту Тут Нет противоречий Как таков Давай сейчас Мы прервёмся С тобой На музыкальную паузу Я просто Перед тем Музыкальную паузу Запустить Я скажу Если мы Учитываем Те Золотые изделия Которые Фаберже Смог повторить Совсем не так давно Которые были У Скифов Которых считают Кочевниками Это вопрос А как же так Кочевники Умудрялись Такого высокого качества Высокого класса И уровня Производить Ювелирные изделия Что там Они дрыгались На шадях Что ли Где-то там Задницы вытирали Что ли Извините пожалуйста За столь грубое Но все-таки На мой взгляд Была величайшая Грандиозная держава Где были свои Пограничные войска Где были свои Ремесленные И структуры И где хлеб Выращивали И скотоводство было То есть Это была держава Полноценная С полноценным обменом Где Вот как раз Кого мы называем Гунами Сарматами Скифами Это были Передовые части Которые Постоянно Перемещались То что называли Сейчас пограничные войска И давали Кому надо По ушам За то что Они вторгались В наши владения Вот если С этой точки зрения Будем относиться К нашему прошлому Тогда станет понятно Что не такие уж И примитивные были Те Кого считают Кочевниками В те времена Ну вот с этим Позитивом Давай музыкальную паузу Мы перейдем Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем Разговор Продолжаем Разговор На Народном Славянском Радио Напомню Что по одному Из современных Календарей 24 марта 2016 года Четверг По одному Из старинных 23 день Месяца Пробуждения Природы 7500 Двадцать Летов Вторник Красногоры Масленца По одной Славянской Традиции Отмечается Чем Я всех Поздравляю И мы Продолжаем Разбирать Тему Сути Смысла Русских Славянских Обрядов Главный Следующий Сурияр Напоминаю Сурияру Что вопросов В чате Много И надо На них Еще будет Ответить А время Остается Мало Пожалуйста Продолжай Вот так Вот народ Пытается Нам все Да Не пирожками Не бубликами А так Жестко Круто В воле Ведущего Тирана Деспота Пожалуйста Продолжай Хорошо Ну Посему Посему Значит Я все Таки Сейчас Буквально В течение 3-4-5 минут Тему Завернул С учетом Того Что мы К ней Наверное Еще не раз Вернемся Почему Потому что Эта тема Важная И я бы даже Ставил Ключевая По многим Позициях Вот Ну И соответственно Вот то что мы Казали Что есть Да Колоходные Праздники Которые Связывают В течение Лета Движение Сурья Нашего По небосклону И В большей Степени Они имеют Себе Как бы Агральное Земледельческое Значение Для Вот Недавних Предков Там 100 200 300 500 700 Там Тысячу Лет Назад А В целом Еще Вот Элемент Который Доступен Нам Что Человек Входя В традицию Входя В обычай То что Я говорю Когда он Находится На Фазе Доверия Ему Конечно Неплохо Было Найти Правильного Обредодея Почему Потому что Как у нас Есть такой Забавный С одной С другой стороны Уничижительный Термин Интернетные Бойцы Или Интернетные Родноверы Или Язычники Староверы Как Обрыв В связи Я бы все Выпал из эфира Может быть Продолжил Но Смысл Такой Если повторюсь Ничего страшного Значит Смысл Такой Когда Вы получили Некую Информацию Это Для Тех Там Родовичей Там Слушателей Которые Находятся И будут Там Прослушивать Эфир Просто Надо Понимать Когда Вы Получили Информацию О Родовом Обычии О Нашей Ведической Традиции В той Ли Иной Степени К ней Приобщились Через Эту Информацию То Надо Стремиться К тому Чтобы Информация У вас Постепенно Переходила В знания Почему Потому что Пока Я говорю Мы все Интернет Там Родноверы Староверы Язычники И прочее Мы Не Созидаем Ту явь Которая Необходима Нам Потому что Одна из Ключевых Позиций Созидания Яви Это Наше Единение И наше Единение Именно В Яви Потому что Кто бы Как ни Говорил Все-таки Интернет Не является Безусловно Проявлением Яви Он Большей Степени Все-таки Относится К Нави Где Мы Соответственно Свое Деяние Тоже Совершаем Но Ключевые Наши Позиции По Преображению Самих Себя И По Преображению Окружающего Мира Они Происходят В Яви Соответственно Человек Получивший Информацию О родовом Обычии Он Ему Необходимо Для того Чтобы Развиваться Самому И двигаться Дальше Именно Путем Родового Обычия Найти Способ Эту Информацию В себе Проявить В виде Знаний Что Касается Обряда Такого К чему Мы Устремляемся Подразумевает Что Если Человек Нашел Обрядовое Коло Обрядовый Круг С хорошим Обрядодеем Который Как я Говорил Может Обряд Созидать Может Его Запускать Потому что По моему Опыту Большая Часть Обрядовых Групп Выполняет Некое Этнографическое Действие Которое Элемент Соединения И взаимодействия Небес И земли Собой Не Осуществляет В большинстве Своем Это Не Так Страшно Главное Иметь Определенный Уровень Искренности В своем Поиске И Определенные Упорства Поэтому Надежда На то Что вам Удастся Встретить Правильную Обрядовую Группу И собственно Горя с ней Пройти Если вы Прошли Колокон Значит Вы Вошли Уже Ну имеется Все те Праздники Которые Идут В календаре Все эти Уровни Кресенья Возжигание Огня Потому что Как правило Все Не все Но большая Часть наших Обрядов Она все-таки Связана С зажиганием Огня И Взаимодействием С миром Светлый Навис Миром Прави Через Возложение Треп Произнесение Мол Ну и Определенных Обрядовых Действий Потому что Их Достаточно Много И Сам Сутевой Как бы Смысл Обряда Он тоже Многословен Поэтому Сегодня Мы Погружаться В это Не будем Дабы Не Увести В Дальние Дебри Потому что Каждый Придется Достаточно Долго Но Смысл Такой Вот На Сегодняшний День Как бы Пояснение Я закончу Что Обряд Нужен Для того Чтобы Оба Ряда Ряд Земной И ряд Небесный Привести К определенному Ладу И Взаимодействию Через Это Мы Как бы Попадаем В правильное Деяние Своё Род Земной Имеется Земные Общины Земные Рода И Если Мы Этого Не Делаем Значит Мы Остаемся Только На Земном Плане А на Земном Плане Мы Утрачиваем Высшие Смыслы Мы Утрачиваем Понимание О том Что В небесах Можешь Что-то Измениться И Взаимодействии С небесами В этом Плане Нам Необходимо Оно И Для Сохранения Жизни И для Развития Нашего Общего Понимания Поэтому В тему Обрядов И смысловую Составляющую Мы Наверное Не раз Будем Еще Погружаться И На Сегодня Я говорю Что просто Поймите Что Обряд Это Важно Попытка И Необходимость Взаимодействия Через Обряд С родовичами Рода Земного С которыми Вы Потенциально Хотите Строить Своё Будущее Это тоже Необходимость Собственно На этом Что касаемо Обряда Я бы Сегодня Завернул Алексей Хорошо Давай Завернем Что Переходим К ответу На вопросы Да Ну давай Тогда Девочка Включаю Переходим В эфире Народное Славянское Радио Ответы На вопросы Итак Мы переходим К вопросам Которые Наши радиослушатели Задавали В чате Народного Славянского Радио Напомню Что в чат Народного Славянского Радио Попасть Может Любой И Продолжать Существовать Если будете Вести по-человечески Не по-свински Потому что За свинское Отношение К окружающим Людям Мы выбрасываем С чата Раз и навсегда То есть Баним Отправляем В баню Так вот Попасть в чат Очень просто Набирать В любом поисковике Народное Славянское Радио Попадаете На сайт Славмир.org Там ищите Слово Чат Нажимаете Если вы Еще не были Зарегистрированы Придумывайте Себе В наш Живой эфир И общаться С друзьями Что и сейчас Многие Делают в чате Я вижу Очень хорошее Это общение Обсуждать Интересные темы Так что Завидуйте тем Кто еще Пока не в чате Итак Первый вопрос Пришел от Сергея Из Твери А как боги Решают между собой Спорные вопросы Это весь вопрос Да У меня такое Уточнение Хотелось бы Сергею из Твери Задать А спор Что в его смысле Упор я понимаю Я как бы Это самое Видел Мне кажется Вопрос там Более Более расширенный Это следующий вопрос Более расширенный А этот Вот именно такой Его прочитал полностью Как боги Решают между собой Спорные вопросы Ну Как Это Сам вопрос Скорее всего Связан с чем С тем Что в той или иной Степени Мы Наследники Вот Информационного Объема Который Дослался нам Из От Греции В том ключе Что там Словно боги Все время Разыгрывали Некие свои игры И Люди Были Ими Используем Именно Как инструменты Для получения Тех Или иных Удовольствий Там Целей Там И Поставленных Самими Для себя Задач Мы В этом ключе Сам по себе Обычай Он Обозначает Что Мы Аз Есть Вот то Что мы Говорили В начале Что Каждый Из нас Является Вполне Себе Полноценным Богом По Мере Своего Понимания По Мере Своего Непонимания Может Оказаться В любой Другой Позиции Мы Должны Стремиться К пониманию Того Кто Мы Есть И Какие Мы Имеем Возможности Ограничения В том мире В том Воплощении Которое Мы Проходим Поэтому Как бы Наши Боги Родовые Наши Боги Перворожденные Как Вот Которые Являются Ликами Рода Небесного И У нас Род Небесного Состоит Из Тех Которые Именно Являются Первичными Проявлениями Рода С одной Старой А с другой Старой Вот Тот же Самый Светлая Нарь По праве Стоящей Это Те Предки Которые Миру Своего Бытия Выбрали В Яве По праве Жившей Взошли В светлую Нарь Стали Богами Родными И они Дополняют Род Небесный Поэтому Так как Это наши Предки И те И другие Так как Все Находятся В едином Коне Поэтому Основная Задача Силы Как таковые Они вообще Держат Всемирь Чтобы оно Было Проявлено И чтобы Оно Не Схлопнулось Большая Часть Даже Ликов Они Собственно Говорят Эти Там Несостыковки Условные Касаемые Нас Или Касаемые Всемири Они Их Приводят В взаимодействии То что Как Казать Какая Это Часть Более Низких Духовных Проявлений Это Не значит Что Они Обязательно Имеют Себе Созидательное Начало Могут Выходить За рамки Этих Взаимодействий Это Конечно В той или иной Степени Может быть Но Касается Это Нас В том Ключе Если Мы Становимся Или Не Или Мы Являемся Достигшими Недостаточного Уровня Осознания И мы Не Взаимодействуем С Радовичем Поэтому Нас Это Касается Именно В том Ключе Что Мы Пребываем В определенной В определенной Степени Уровня Невежества И Те силы Которые Не являются Силами Созидательными Могут В той или иной Степени Нас Может быть Даже В достаточно Большой На нас Воздействуют Почему Я Всегда Говорю Что Радович Держится Тем Что Он В коло Жив И Боги Собственно Горя В том же Ключе Радовичи Соединенные В коло Собирают Божественную Силу Достаточно Большого Уровня И Взаимодействуют Со всемирием В этом Ключе Поэтому И вопрос Он Касается И каждого Из нас Он касается И нашего Радового Кола Он И касается Радовичей Которые Взошли В правь Стали Богами Родными И Богами Перворожденными И Тех сил Которые Не несут Созидательного Начала Но в то же Время В нашей Реальности Они присутствуют Поэтому Разборки Условно За каждой Силой За каждым Ликом Светлого Направления Скажем Так Стоит Кон Все Выпавшие Силы Из Кона Или Проявившиеся Непорожденные Проявившиеся Вне Его Потому что Вне Кона Не может быть Ничего Тут нет Противоречия Имеется Проявившиеся Вне Его То есть Попытающиеся Взаимодействовать Со всемирием Отрицая Правила Кона Вот что Такое Проявившиеся Вне Его Они В той или иной Степени Проявляются А то что Там Вот этот Элемент Греческой Мифологии Который Мы изучали Все там И в школах Кто-то там Через Определенные Источники И в интернете Это все-таки Немножко другое Это далеко не то Что есть У нас И что есть На самом деле Алексей То есть Скажем так Опять же Некое Упрощенное Приземленное Представление Смеси Библейского С греческим С римскими Богами Которые Больше Были похожи На каких-то Полуумных Людей Облегченных Какой-то Властью Над другими Людьми Вот это Когда читаешь Мифы Вот такое Впечатление Складывается Что это Какие-то Недоумки Которые Почему-то Получили Очень Много Возможности Управлять Чем-либо Вопрос Наши боги Они что Такие же Примитивные Что ли Что вот Мы как-то Все время Сваливаемся О представлениях Что они Должны между Собой Спорить Какие-то Козни Друг другу Устраивать Гадости Потому что Слово Пор Напор Запор Припор Упор Отпор Где вот Пор присутствует Да Это все Как раз Где есть Противодействие Где один С другим Противодействует Но В прямом Смысле Противодействия Это тогда Война Представляете Если боги Между собой Начнут воевать Что здесь Начнется Тогда Поэтому Родные Боги Вряд ли Между собой Воюют В том Смысле И упираются Как это Нам Людям Которых Опустили На очень Примитивный Уровень Сейчас Можно Представить Поэтому Просто Поймите Это Вы поймете Что Споров В том Представлении Как у нас Сейчас Среди Людей Бывает Там Быть Не может Иначе Это будут Просто Не боги Это будут Некоторые Существа Из мифов Греции Рима И кого-нибудь Еще другого И тут Сейчас Секунду Значит Смысл Такой Да Что Наши боги Они потому И родные Наши Что они С нами Единого Рода И по большому Счету Как мы Относимся К своим Родовичам Там Земным И там Почитаем Родовича Небесных Точно Так же От них Отношение К нам Вопрос Что Временные Рамки Изъяви Внафь Светлую Переходя И течение Сил Оно Изменяется И поэтому Задача Я говорю Обряда И взаимодействие Еще раз На коротке Это Попытка Уравновесить Войти В лад Состояние А то Что Как бы Издревле Издревле Имеются Силы Которые Выступают Немножко В другом Ключе Закон Закон Выйти Все равно За вышние Проявления Его никто Не могут Ну вот Где-то В слоях Пока Условно Свет Вышний До них Не добрался Они Могут Существовать Но Это Не Значит Что Они Определяют Там В какой-то Большей степени Наше Бытие Здесь Такое Появилось Сообщение Что А как же Тогда закон Что вверху То и внизу А вот Ответ Очень простой В какой матрице Вы живете В такой матрице И развивается Ваше мышление Если вы живете В нашей Древней Славяно-арийской Матрице То в этом случае Тогда у вас И проявление Будет на земле Другое Если вы живете В искаженной матрице То и представление У вас Оверху Тоже другое Понимаете Все взаимосвязано И поэтому Когда Были переделаны Мифы О том Что Кто-то там Украл у кого-то Из богов Кого-то И куда-то там Увел И за это Перун Там отправился И там что-то сделал Или наоборот Это тоже уже Упрощенные Искаженные Представления А-ля Греция А-ля Рим Только В уже переведенные На славянский Такие вот Наши рельсы А-ля Рюс То что называется Вот это вот Имейте ввиду Те же самые Кокошники Там Кого сейчас Марсианами Принято называть Когда одеваются А-ля Рюс Но при этом Без слезы Без смеха Не взглянешь Как в цирк попадаешь Так Давай дальше Следующий вопрос От Васильевича Вопросик к Сурьяру Алексею не отвечать Молчу Как рыба Если есть Какой-то Объем информации Которая поступает К нам От богов Наших светлых Что и суть Наши предки То должна Она где-то Храниться В каком-то Образом Каким-то образом Классифицироваться И каким-то образом Выдаваться Нам Проходящим уроки Наши земные Подобные хранилища У писателя Алексеева Назывались Кладовест И указывалось Их хранилище В Уральских горах И может ли быть На земле Подобные хранилища Или это Устроено Как-то По-другому Прошу Высказывать Своё видение Данного вопроса Хорошо Ну Как сказать У нас У всех На языках На ушах Слово такое Повисло Шамбала Она же Примерно Описывает Ну Имеется Ввиду Описание Шамбалы Как таковое Что да Некая мудрость Древних Она хранится И по Словно По необходимости Или там По возможности Определённое Проявляется То что Пишет Глубоко Уважаемый Мной Писатель Алексеев Оно имеет Право на существование Потому что Собственно говоря Я сам родом Севера Уральских гор Поэтому Сказал бы Я там был Но я там родился Да и вырос И я там был Мёд пиво пил Да Потому что Скажем По Тому Веданию Видению Которое есть у меня И которое там В той или иной степени Мне передано Да Просто Что С одной стороны Вот это Понятие Светлой Нави Или рода Небесного Вся Информация Или там В этих Терминологически Употребляют Хроники Акаши Это Это один Элемент И возможность Существования Передаваемой И сохранения Передаваемой Информации То То что Есть Занесения Определенные Свитки Какие-то И сохранения Это тоже Есть Есть Возможность Ну вот как Раньше Ведуны Волхвы Делали Вот эти Старые Камни Вокруг Капич Туда Закладывалась Информация А по Ведовской Системе Обучения Подразумевалось Что Практически Все Тайноведение Это все Была Изустная Передача Она Сохранялась И записывалась Там Крайне мало И вписалось Это все С сокровенным Письмом Это вот то Что По По тому Знанию По тому Игреведению Которое Есть у меня Алексей Следующий Вопрос От Уракуинона Совсем Недавно Завершился Даже Не вопрос Совсем Недавно Завершился День Богини Весты Весны Настоящий Славянский Женский День Поздравляет Все души С исконным Женским Днем Всех Славянок Ура А вот Теперь Вопрос От Станислава Андреева Из Буэнос-Айроса Все Созданное Во Вселенной Живое И находится В процессе Постоянной Эволюции Развития Хотелось Бы Услышать Мнение Сурияра На информацию Что Землю Готовят К переходу В более Высшее Измерение За руку Хотят поймать Не только за руку Но скорее всего За язык тоже Давай не колись Давай не уходи В сторону Колись Что там Земля нас ожидает Рассказывай Нет Я скажу Просто То условно Видение То Которое есть Наверное У меня И которые вещи Там в той или иной Степени Тот или иной Событийный план Который Мне Приоткрывается Я не Не буду Утверждать Что это Безусловное Пророчество Достаточно Большой Уровень Возможности Для этого Я скажу Так Что на Сегодняшний День Большое Количество Древних Сильных Духов Не душ Уже А духов Воплотилось На Земле И По Той Информации По Тем Знаниям Как Могу Это Назвать Информацией Потому что Безусловное Подтверждение Будет Только Тогда Как бы Безусловными Знаниями Для меня Это станет Только Тогда Когда Это Проявится Вот Что Они Да Занимаются Подготовкой Перехода Занимаются Подготовкой Перехода И по большому счету Большая часть Людей Ведающих И там Ведунов Она Собственно говоря Тоже Находится В этом Деянии Мы Не Занимаемся Там Условно Сиюминутными Какими-то Проблемами Там Восстановить Там Тот Или иной Понимаемый Людьми Сегодняшнего дня Уровень Справедливости Или что-то еще Почему Потому что Кон Он Выравнивает Многие вещи Я бы сказал Автоматически Ну в соответствии С мыслью Родовой Которая Все Пронизана Наша задача Просто Двигаться В соответствии С одной стороны С этой мыслью И Понимать Что Важнейшая Задача Любого из нас Не просто Там Есть Пить Спать Как И Умножать Своё Потомство Это Одна из Важнейших Чистей Помимо того Что Сохранить Свою Жизнь Но Развивать Все Мирие Именно Наполняя Его Светом Цвет Как мы Разбирали В предыдущей Билет Это Первая Созидающая Сила Первая Созидающая Ипостась Проявляющая Все Мирие Во множестве Во множестве И каждый Каждый Из нас К этому Сто причастен По мере Своего Понимания Соответственно Либо Непричастен По мере Своего Невежества Алексей Следующий Вопрос Ёлка Задает Существуют Ли школы Для детей Где Помимо Основной Школьной Программы Обучают Русским Традициям Русскому Счету И всем Прочим Утерянным Знанием Или Есть ли Школы Готовы Принять Подобные Учения Как Дополнительное Бесплатное Обучение И Если Желающий Преподносить Это Бесплатно В массы Возможно На законодательном Уровне В отдельных Областях При договоренности С региональным Правительством Внести Обучающие Уроки Внести Обучающие Уроки В дополнительное Или Обязательное Образование В школах Благодарю Это вопрос Кому Ёлка Мне Или Сурияру Сурияру Давай Начинает И отвечать Хорошо Смысл В чем Что По той информации Ну Так как Взаимодействие С людьми Достаточно Много И общения В той или иной Степени В каких-то Там Условно Детских Центрах Детских Садах Это Есть Но Естественно Это Низерно И Не в плане Качества В плане Количества Это все Потенциально Нужно Развивать А с другой Стороны Мы Сейчас Заботились Тем Что все-таки Создать Где-то Подмосковье Центр В котором Будут Образовываться И взрослые Люди И Точно так же Будет Возможность Бывать Детям Со Своими Родителями Для того Чтобы Погружаться В обычай Прочувствовать Его Ну и Собственно Геро Получить Эту информацию То что С региональными И прочими Какими-то Властями Пока Достаточно Большое Количество Несогласованности Я не скажу Противоречий Почему Потому что Есть Некая Конфессия Которая По какой-то Схеме Объявлена Основополагающей Но Таковой Все-таки Не является Она Как бы Не способствует Я так скажу Чтобы У нас Была Возможность Распространять Во всей Широте Наше знание Но Слава богам Я знаю Достаточно Много Людей И Сейчас Сидоров Выпустил Новую Книжку Сказок У нас Это всегда Было Есть и Будет Что Как бы Основой Нашего События Основой Понимания Нашего Родового Обычия Мы Детям Передаем Через Сказки И делают Это Именно Родители Потому что Как бы С чадом Малым До Трех До Шести Семи Лет Это Первая Очередная Их Задача Приобщить Своего Ребенка К родовой Традиции Дабы Он Не Блукал Во тьме Невежества А шел Уже Пути Света Израиля Я От себя Хочу Добавить Хочу Чтобы Прислушались Внимательно К моим Словам Дело В том Что Сейчас Россия И Весь Мир Стоит Перед Очень Серьезным Выбором Весь Мир Я сейчас Не буду трогать Мы все Коснемся России На сегодняшний Момент В России Под запретом Находится Слово Русский Русь Русичи И так далее Реально Под запретом Невозможно Открыть Институт Русский Школу Русскую Еще какую-то Школу Армянскую Пожалуйста Школу Грузинскую Пожалуйста Еврейскую Татарскую Как хотите Школу Открывайте Без вопросов Но когда Мы касаемся Именно Русского То это Под запретом Вот все Что связано С этим Сейчас пока Под запретом Но времена Меняются Сейчас Этот кризис Он проявление Того Что тупик Настал в мире Те которые Мутят воду Я не имею ввиду Америкозов Не имею ввиду Англичан Это исполнители В данном случае Да крупные Но исполнители Так вот те которые Мутят воду Время их закончилось Уже сковородочка Поджаривает Одно место И поэтому Сейчас Скорее всего Ожидаются Очень серьезные Перемены А вот Как эти перемены Выльются И пройдут Через Войнушку Очередную С уничтожением Чего-то Или через Изменения Которые Мы сами Сделаем Вот это Зависит Сейчас от Каждого Из нас Повторяю От каждого Из нас Потому что По вашим мыслям По вашим Помыслам Будут Ваши деяния А по вашим Деяниям Будет ваша помощь Ну даже По вашим мыслям Будет помощь От тех Сил Высших Про которые Мы говорим Все наши Занятия Все наши Эфиры Это не пустые слова Так оно и есть И для этого Найдутся сразу И финансы И для этого Найдутся сразу И возможности И силы И так далее То есть Появилась Такая Ситуация Которой Говорил Товарищ Владимир Ильич Ленин Когда Верхи Неспособны Они Зы Не хотят Вот Но Проводить Какую-то Очередную Революцию Это Утопия Это Опять В себя Внедрение В какую-то Кровавую Бойню Нам Это Не надо А вот Изменения На основе Правильной Ведающей Это Как раз То Что Сейчас От нас Очень Многие Ждут И То Что Нам Необходимо Проявить На все Про все У нас Один Два Года Поэтому Если Все Правильно Сделать Если Правильно Все Это Развернуть То В этом Случае Через Два Года Вы Почувствуете Очень Серьезные Изменения Потому Что Сами Будете Участвовать Если Сидеть И дожидаться Светлых Миров Светло Будущее То Снесут Чертой Матери Все Вместе С вами Потому Что Уже Ждали Очень Долго И Ну Ждать Просто Смысла Нет Вот Так Что Все Меняется Все Очень Интересно Развивается Просто Становитесь Здравомыслячим Просто Включайте Мозг Включайте Сознание Подключайтесь От Игрегров Включайтесь Напрямую К нашему Каналу К нашим Богам К нашему Наследию И только Так Мы сможем Что-то Изменить В лучшую Сторону Измени Все Сами Изменится Мир Давай Дальше Следующий Вопрос От Сергея Из Твери Часто Говорят Что В лихолетии Уничтожили Много Волхвов По-моему Волхвы Светоносные И тьма Не может По факту Поглотить Светоносов Только В том Случае Если Они Прекратят Светить По какой-то Причине Посему Волхва Невозможно Уничтожить Просто Растолковать Сурьяру Этот момент Ну Как бы За всех Волхвов Ответить Я конечно Не смогу Я вам не скажу Про всю Одессу Да Примерно Так Ну Смысл Такой Во-первых Надо Понимать Какой Термин Вкладываем Вкладываем Я Просто Не До конца Знаю Допустим Какой Смысл Вкладывает Сергей В термин Волхвы И Буду Просто Исходить Из того Что Допустим У меня Есть Некое Своё Обозначение Этого слова Его наполнение Смысловое Волхвы Потому Потому Есть Достаточно Много Людей И В современности Которые Придерживаются Того Что По сути Все Обряды Деи Которые Там Пребывающие В родовом Обычай Там После того Как условно Получили Или посвящение Или допуск До творения Обряда Они Вот Условно Всех Жрецов Отсуществляющих Это Называют Волхвами Вот Но Просто Если Разбирать Чисто Жреческий Ход Жреческий Ход Это Ну Как Он Подразумевает Под собой Определенный Уровень Дара И Как бы Внутренней Чистоты Потому Что Иначе Требы Передаваемые Через Него И Через Посредство Огня Они Не будут Восходить И Не будет Этого Делаться И Если Называть Их Волхвами Они Не Так Сильно Отличаются От Обычных Людей Если Брать Тот Уровень Духовной Иерархии Который Собственно Гария И Сам Нахожусь В той Стороне Как его Воспринимать Что Высшая Да У нас Вершина Иерархии Это Родные Боги Светлые Предки Наши Суть Одно Как Под ними Волхвы Имеющие По сути Уровень Светимости Уже Сопоставимый Но еще Сохранившие Своё тело И как По древней Терминологии Как их Определяли Живые Среди Мертвых И мертвые Среди Живых Почему Потому что Ничего Так сказать Что Есть еще Такой Термин Просветленные Соотносится К Восточной Традиции Но слово Это наше И оно Обозначает Совершенные Светы Просветленные Светоносцы Как Человек Это подразумевает Что Человек Уже Имеет Тот Уровень Света Что Собственно Говоря Его Бытие В мире Яви Не является Уже Как бы Той жизнью Которую От него Можно Отнять Потому что Большей Своей Сутью Большей Своей Степенью Он Находится Уже В мире Просветления В мире Света Светлой Нави Вот Это Те Волхвы По большому счету Которые Присутствовали Присутствуют И будут Присутствовать В событии Наших родов Просто Они не Проявляются У них В этом Нет никакого Смысла Выходить На трибуну И объявлять Себя Что Они Что-то делают Такого Волхва Практически Уничтожить Невозможно Потому что Он Найдет Способ Поменять Событийный План Вокруг Себя Это Как бы С Очень Большой Долей Вероятности А то Что Как бы Много Ждвечествующих Обряда Деев Было Уничтожено Да Это Как нам И Предание Наше Говорит И И Исторические Сочники Да Там С момента Крещения По большому счету Было Совершено Достаточно Большое Количество Злодейств Которые Потому что Ну как Носители Обыча Первые Традиции Естественно Как минимум Обрядадеи До Тридунов До Волхвов Если Их Вырезать То по большому счету Связь с небесами У Рода Земного Прерывается И Мы Вот это Должны Понимать Что В чем Ценность Важность И Жизне Творение Наших Волхов Для наших Родов Ну и Всех Людей Которые Имеется Ввиду Осуществляют Сво служение Для Рода Земного Вот Поэтому То что Было Уничтожено Много Да То что Было Уничтожено Много Истинных Волхов Нет Просто Как сказать На тот момент Как мы Разбирали Уже И В принципе Это Мысль Достаточно Четкая Традиция Наша Обыч Не был На самой Высокой Своей Точке Он На тот Момент Как раз Уже Достаточно Далеко Прошел В вечере В ночи С воровой Надо понимать Что Поэтому Многие Волхвы Свою Свидимость Тоже Утратили Задолго До того Как Алексей Следующий вопрос Владимир Изматич Сурьяр Живые существа Являются Генераторами Воли Или Воли Свойства Окружающего Мира А существа Ее Собирают И Фокусируют Немножко Мудрен Сейчас Подумаю Не Ну Сами Существа Живые Генерируют Волю Или Воля Проявлена Где-то В окружающем Мире И Существа Лишь Только Собирают И Фокусируют Эту Волю Ну Я Сегодня В этом Ключе Один из Вопросов Не Вопросов А По мере Изложения Говорю Просто Надо Понимать Что Мы Очень Большой Все Живые Существа Живущие В мире Яве Человек В этом Плане Мы В очень Большой Степени Обусловлены Движением Сил Движение Сил Обусловлено Ком Вот Но Имеем Определенный Уровень Свободы Выбора И свободы Воли И Этот Уровень Обусловлен Как правило Уровень Нашего Образования Образование Духовного Подразумевается Нашей Осознанности И Светоносности Вот Собственно Говоря Поэтому Есть Тот Уровень Воли Который Могут Проявлять Живые Существа И Есть Тот Уровень Воли Который Проецируется На них Внешними Обстоятельствами Поэтому Не надо Впадать И в ту Или в другую Иллюзию Что Я сам Себе Перец Огурец И В то же Время Не надо Впадать В противоположную Иллюзию Что Все Безусловно Предопределено И что бы Мы не делали И ничего хорошего Или плохого С нами Не произойдет Я перец Огурец Это круто Но в конечном итоге Меня сидят И это хреново Давай дальше Елка Зает вопрос В эфир Если ребенок Четырех лет Постоянно спрашивает Кто такой Бог Где находится Бог Что такое смерть Куда человек идет После смерти Что такое звезды Кто живет на них И прочее О какой варновой Принадлежности Это говорит И как развивать Ребенка В соответствии С этими Потребностями Благодарю О какой варновой По принадлежности Это говорит Ну На первый взгляд Сложно сказать Потому что Когда ребенок Приходит Условно До трех лет Он сохраняет Достаточно много Осколков Еще прошлого Воплощения И соответственно Если он там Увлекался Потому что Нынче Расстояние Временное Между воплощением Было достаточно большое То Сейчас воплощение Бывает Практически Происходит Чуть ли не сразу Там поменялись Определенные Принципы И Пришедший Ребенок Может просто Практиковал Какие-то вещи Духовного Плана В предыдущей Может быть Недалекой Жизни Соответственно Не получив Ответов Не поднявшись В высшие сферы Он Может с этими Вопросами Существовать И здесь И Думать Что Этот ребенок Пришел По видовской Стезе Может быть Да Может быть Нет Просто Не надо Накладывать На ребенка Излишние Обязательства Исходя из Своих Каких-то Мазорит Построений По времени Если у него Есть желание И способность Ну Надо способствовать Ему Двигаться По пути Развивания А как Развивать Это немножко Другая Уже Там Достаточно Обширная Тема И Опять же По Мере Проявления Варновой Какой-то Составляющей Надо те Или иные Качества Человеки Развивать У нас Потенциально Одна Из бесед Она Как раз По поводу Воспитания Детей Определение Варновой Составляющей Есть Перспектив Хорошо Вопрос Эфир от Олега Из Иркутска Сурьяр Здравия Поясни Этимология Слова Солнце Заместо Слова Ярила Или Совместно С ним От слова Сурья Сурица Славянское Леоно Или имеет Пресхождение От народов Лунных Культов Производное От Солуна Солнце Благодарю Единственное Я хочу уточнить Мне можно отвечать Или этот вопрос Исключительно Сурьяру Олег Уточни пожалуйста Пожалуйста Сурьяр Отвечай Я думаю Что ты Совершенно Точно На него Ответишь И И Оно будет Иметь право На существование Просто Народов Потому что Слово Солуна Почему-то Я не Не вспомню В своем Словаре Условно Говоря То что В Как бы Нескольких Этимологических Там Филологических Призысканиях Что Солнце Слово Соль Я Это С этим Сталкивался Почему Потому что Тут Нет Видимо Определенного Смыслового Противоречия Что Куда Светит Солнце Там Может Проявиться Соль И как бы Если Люди Смотрели Что До того Там Соли Не Было То Соль Просто Что Назвали Раньше Скорее Всего Солнце Это С одной Стороны А с другой Стороны Ярила Ярила Все-таки Это Не Солнце Это По Ярилам Солнце Стали называть Как раз Вот Благодаря Одному Из мифов Последних Времен Это Сказочка Снегурочка Там Ничего Плохого В самой Сказке Нет Просто Само Обращение Там Старцев К Светилу Как Ярила По сути Оно Имеет Под собой Определенное Основание Потому что Ярила Это Производные Как Если Смыслово Ярящий Будящий Жизненную Силу Вот И все И По сути Это тоже Как бы Принцип Живы Разлитый Во Всемире По Одной Из Этнографических Традиций Ярила Обозначается Как Велесов Сын Ну Это Просто Одно Из Этнографических Мнений Вот А По сути Как бы Сурица Слово Сурия Санскритское И У нас же Как бы Все слова Яр И Рья Это по сути Зеркальное Отображение Они подразумевают То же самое Яр Это Жительная Сила Проявляющаяся Во Тьме Скажем Так По Одной Из версий Как Вот То что Сарматы Аланы И часть Руссов Которые Ушли На Британские Острова Собственно Горя Понятие Об Яр Боге Они Собой Взяли Почему У них Вот Это Название Губ Яр Хороший Год Яр Это Просто То Что Не проявлено По Как бы Той Схеме По сути Это Одно Из Имен Рода Который Не проявлен Как Ну Как Живо В Явном Мире А который Именно Является Источником Живо В том числе Это Одно Из Элементов Поэтому Залезать В этим Мологию Санскритскую Филологию Откуда Взялось Слово Сурья Да Ну Как По кодово Слогому Я могу Обрыв Связи В эфире Народная Славянская Радио Ответы На вопросы Продолжаем Разговор Продолжаем Разговор На Народном Славянском Радио Напомню Что по одному Из современных Календарей 24 марта 2016 года Четверг По одному Из старинных 23 день Месяца Пробуждения Природы Вторник Красногор Масленица У нас На дворе Хотел сказать На носу Но уже На дворе С чем я вас всех Поздравляю Тех кто отмечает В этой традиции Суть и смысл Русских Славянских Обрядов Такова тема Сегодняшней нашей эфира Главный Следующий Сурьяр И эта песня Звучала Как раз Получилось так Что на месте Музыкальной паузы Которую Так или иначе Нам сказал Товарищ Интернет Не хотел я Прерывать На музыкальную паузу Ответы на вопросы Но интернет Распределился иначе Поэтому послушали Такую хорошую песню И нам надо Уточнить Что же там Звезда по имени Солнце Вопрос Стал раскрывать Своим ответом Но Конечности Мы не слышали Пожалуйста Повтори пожалуйста Еще разок Ну Хорошо Но смысл такой Что Я тогда Совсем коротко И надеюсь Ты дополнишь Там Независимо От пожелания Наверное Олега из Иркутска Да Олега из Иркутска Ну Смысл такой Что да Есть одно Из Мнений Что Слово Солнце Происходит От слова Соль Сурья Это все-таки Санскритское Слово И мы его Там не Я бы не взялся Сейчас там Безусловно Разбирать По Смысловым Составляющим Там через Буховицу Или по Кодово-слоговым Потому что Мне оно Понятно Безусловно Но Как бы Своё Понимание Я бы Наверное Пока Не взялся Сейчас Излагать Потому что Там еще Колькие вещи Кое-какие События В ближайшее Время Произойдут Тогда мы Уже Слово Илья Илья Будем толковать Несколько Расширен Иначе Поэтому Вот что касается Тут Не буду Глубоко Залезать Надеюсь Что ты Это Сделаешь Хорошо Но дело в том Что существует Множество Указателей На то Что все-таки Ярила Присутствовала Такое Название Яромдан Яровый Стан Там Паленый Стан В тех местах Она очень активно Себя проявляла И в других Тоже местах И слово ярица Ярый Вот яровые Есть такое понятие То что летнее Яровые Это то что сажают на лето Есть озимый То что на зим Сажают А есть яровые То что сажают Весной на лето То что подходят на яри Да Вот поэтому Ярила скорее всего Как я предполагаю Это одно И название Одно Ну нашего солнышка И оно Где-то в народах Его так могли называть Ярила вообще Что Ярила солнца А у других народов Оно могло означать Одну из частей Развития Ярила Ну вот Нарождение Солнышка Да Вот когда Каляда Да Каляда Потом оно переходит Вот как раз сейчас Когда через Ярилы Да В Ярилы Потом и так далее И вот это все Как раз о развитии То есть Есть несколько вариантов Первый Что где-то это вообще Не упоминали Просто было Ярица Говорили Солнце Ярица Где-то Так и называли Ярила А где-то Это была Только одна Из частей Названия Калагода Что вот В лето Называли Яриловым Там днем Или еще как-то И вот Ярила там присутствовала Как образ солнца Перешедшего Определенную грань И еще не дошедшего До какого-то До какого-то уровня Вот Что же касается Солнца То надо понимать Что по одной из традиций Есть четкое объяснение Что есть звезды Есть земли Есть луны Есть солнце Земли Понятно Да Что такое Луны Это то Что вращается Вокруг земель Дальше Звезды Это то Вокруг чего Могут вращаться Звезды И луны И Вокруг Этой звезды Не должно Земель Быть более семи Все что Более семи Вращается Семи Земель Вокруг Звезды Такую звезду Принято называть Солнце И это называется Солнечная система Вот такая стройная версия Существует Имеет право быть Поэтому мы Отталкиваясь от всех Слов Которые здесь были сказаны Можем себе понимать Что Россия Достаточно большая территория Достаточно протяженная Одного времени Традиции существовало много Вот Большинство традиций Мы сейчас перечислили В том числе И вот Последнюю Что называли Солнцами Что называли звездами Так что Что вам ближе Какой вы придержитесь Какая вам отзывается Душа Мы уже с урьером Не можем здесь Не навязывать Не настаивать Мы озвучили все Что есть И то И другое И третье И четвертое Все эти варианты есть А вот Для себя уже Выбирайте Что вам ближе И я думаю Что в конечном итоге Когда-нибудь Все-таки Ну Вскроются Некоторые моменты Солнышко нам осветит И Будет понятно Как там было На самом деле Где и в какой стороне Ведь недаром называют Еще Солнце Ирил Тресветлое И так далее Которое светит В трех мирах То есть Вариантов Большое количество И мы потихонечку Разбираемся Со всеми Эти вариантами Выносим их На свет Божий И в конечном итоге Может быть Придем к какому-то Единомыслию уже Или поймем наоборот Что единомыслия Здесь не нужно Здесь как раз И разносторонность нужна Следующий вопрос В эфир от Олега Из Иркутска Сурьяр Знаком ли тебе Обряд Описанный В Велесовой книге Обряд Славянского Братения Или Братания Питье Из одной чаши Братины Вина Смешанного С кровью Всех участников Перемирия Между усобицах Между племенами Родами Существует ли Он В наше время В таком виде И не противоречит Ли он Славянскому Миропониманию Не пить Питья Хмельного И не питье Чужой крови Как признак Сатанизма Благодарю Особенно Нравится Хорошо Я попробую В общем Круто Круто вопрос Прозвучал Да Согласись Да Но Тут единственное Что признак Сатанизма Наши предки Очень боялись Чтобы их не обвинили Сатанизм Поэтому Не пили Просто Братания Через Кровь Оно Как бы Было По большому счету Берется С одной стороны А то Что Кмельное Питье Ну Как бы Сурится Она тоже Постояв на солнце Может Свои Три-четыре Граусы Набрать Но это Не порушит Наше здоровье Там Может быть Самую малость Ядь Сколыхнет Но не более того Поэтому Кмельное Кмельному Трудроиду Так как Сам Я не Употребляю Ни по поводу Ни без повода Мне Хватает Кваса Кваса Который На Суриного Солнца Настояны Ну И я Ничего Против Священного Напивка Нашего Суриного Точно Так же Не имею При условии Того Что Это Не Вводит Людей В Измененное Состояние И не разрушают И здоровье То есть А так как В той или иной Скажем Алкоголь Слово Такое Употребимое Вырабатывается И нашим Организмом Просто Надо понимать Что Какая-то часть Его может Присутствовать Но Так как Сейчас Это все Перегружено Я категорически Против Минимальных Это мое Опять же Личное мнение Я не придерживаюсь И Во всех Общинах С которыми Я общаюсь Там И Которые Принимают Меня Как духовного Наставника Я Вот эту Позицию Свою Отвучу А то Что Обратание Через кровь Оно Было Есть И будет Почему Потому Что По сути Вой Он Воин Идет Именно Тем путем Что он Скрывает Свою Жизненную Силу Через Силу Своей крови И Проливая Свою кровь Проливая Ее на землю Он тоже Совершает Некий Священный Обряд Потому что В одной Из Давних Революзных Систем Там Было Написано Дух Ваш В крови Ваш И По сути Это слово Правильное Только Там Некое Разделение Есть В чем Что Есть дух Родовой И есть Дух То что Мы называем Всецелым Духом Все Явление Рода Как Прародителя Это Немножко Разные вещи Собственно говоря Дух Григориальный план Он Именно Своё Единение Вот И в нас Кровь Она Как раз Соединение С этим Григориальным Планом Родовым Как раз Имея Через Попытка Вскрытия Имеется Ввиду Часть Своей Крови Давать На общем Да Оно Было Оно В той Или Иной Степени И Сейчас В Каких-то Событиях Есть Ничего Тут Как Человек Казал Сатанинского Нет Никто Не призывает Категорически Какого-то Человека Приносить Жертву Отнимая У него Жить Это Не кровь Это Категорически Неприемлемо И Не Проходит И В то же Время Любой Герой Находясь На поле Брани Впрочем Мы можем Сказать Что Он Приносит Жертву Приносит Жертву Всю Жизни Это Его Выбор И Он Как Край Восходе Сразу Вышней Веры Это Тоже Никуда Не Делать Она Продолжает Своё Бытие Среди Тех Героев Которые В наших Родах Проявлены И Не Проявлены Алексей Во-первых Здесь Надо Разобрать Все-таки Слова Некоторые Которые Здесь употребляли Слово Вино Я Предполагаю Опять же Это моё личное мнение Что всё-таки Это не наше Слово Вино В том смысле Которое Сейчас Употребляется Вот Виноград Это Всё-таки Южных Более Южных Направлений Оттуда И Он Стал Появляться Именно Винная Ягода Стала Появляться Чуть Аже Попозже Поэтому Вино Не совсем То Что Оно Имеется Ввиду Чем Сейчас Дальше Слово Хмель Не означает Хмельной Напиток Не означает Что это Обязательно Алкогольный Напиток Потому что На хмелю Можно делать Что угодно Это потом Уже Хмель Стал Употребляться Для того Чтобы более Ускорено Брожение Шло На самом деле Хмель В первую очередь Применялся Для того Чтобы Те Вещества Которые Вырабатываются При помощи Хмеля Появлялись Вот Для этого Третье Суре Всё-таки Это Не является Алкогольным Напитком Потому что Изначально Суре То что Приготовлено На свету На солнце И Там брожение Не предполагалось А вот Если например Взять сок Винограда Того же самого Сок Какого-то Другого Растения И Там Сурю Которая На травах Настояна И дать Возможность Забродить Естественно Всего этого Получится Некая Брага Слово Брага Это Несколько Иное Это уже То что Обязательно Содержит Себе Алкоголь Поэтому Брага Броженные Продукты Ну как Сброд Они Не особо Почитались На Руси И вот Эти все Разговоры О том Что Брагу Там Пили Брагу Стали Пить Когда Уже Стали В скотов Превращаться Это все Надо Понимать Мишание Крови С вином Во-первых Вино Не совсем Наше Вино Здесь Пишут В Ино То есть В иное Иван Понимать Что Во-первых Кровопийцами Не были У нас На Руси Кровь Они просто Так Ни на поле Брани Не проливали И Братания Были Другие Варианты Братания Которые Ну Были Нашими А вот Эти Вот Вампирские Там Замашки Конечно У наших Людей Не было На мой Взгляд Это Было Чуждо Нам И Несвойственно Пить Кровь Тем более Чужую Кровь Ради Братания Это Когда Ты Ее С кем То Пролил Когда Ты Участвовал В каком-то Может быть Ресталище Может быть Каком-то Сражении Воем И Вот Побратимы По крови В этом Смысле Могут Быть Побратимы По крови Могут Быть Там В других Каких-то Вариантах Но Никогда Кто-то Чей-то Кровью Испил Все-таки Попивать Кровь Оно Больше Относится К библейским Традициям Когда Пейте Кровь Мою Ешьте Плоть Мою У нас Все было Несколько По-другому И уж Тем более Мешать С вином Чтобы Как-то Прибалдеть Прихмелеть Как сейчас Говорят По шарам Чтоб Долой Это вообще Тоже Не наше Так что Давайте Не будем Мешать Постное С пресном Не будем Вваливать Все подряд В наши Древние Традиции Не будем Их Опошлять Не будем Их Опускать До уровня Какого-то Вампиризма Или там Бесовщины Так Следующий Сейчас я смотрю Вопрос Если еще есть То я его задам Вот есть вопрос От Геннадия Ствери Сурьер Твое мнение О том Что Предполагает И говорит Виталий Сундаков Насколько он прав И можно ли ему доверять Или наоборот Ну Виталий Сундаков Он говорит Достаточно много Достаточно Интересного Да Если надо уточнить Что имеется ввиду Что он сказал Что он говорит Потому что Тут не Как сказать Огульно Сказать Или нет Он с ним В общем Знаком И я уважаю Путин Идет Своим путем По знаниям Известным путешествиям И все прочее Просто Ничье Наверное Не является Безусловно Как это Безупречным Включая И мое Я это Познаю За Той Возможностью Как я и благаю Или как я Понимаю Потому что Люди могут не верить А могут не верить К себе Отношусь Критично А критиковать В общем Людей Которые Занимаются Просветительской Деятельностью В нашем Направлении Я не Считаю Считаю Правильным Кто занимается Искажением Да Там В общем-то Вполне Нахожу для себя Возможность И право Заострить на это внимание Данести до человека Мне нет Задачи Унизить Его перед кем-то Или еще что-то В данном случае Я говорю Человек Делает свое По мере Своего понимания Занимается Просветительской Деятельностью По которым Собственно Говоря Наиболее Больших Как сказать Славянских Объемов Которые Ну Как Славянский Прием Сундакова В общем-то Срединает Поэтому Честь и Хвала Честь и Хвала А то Что Как сказать В лицо Китайцев Что там Есть свои Присажины Ну Тогда Хотелось Как минимум Чтобы Вы застрели На этом Внимание А не Огодно Все Что Сказано Человеком В течение В общем-то Ряда лет У нас Есть Возможность Сейчас Подвести Итог Нашей встречи И попрощаться С нашими Рядослушками Пожалуйста Говори Хорошо Добрый Ну Всех Благодарю Радовичей Которые Слушают И Свои Стараются Грять Наши Родовые Обыча Делайте Так И Постегайте Родовые Обыча Обретайте Образ Видения Развивайте Своё Идеическое Миропонимание Не забывайте Поддерживать Славянское Радио И Тех Кто Сохраняет И Распространяет Доброе Славянское Благодарю Благодарю Поделиться Тоже Буду Рад Даже Если По Каким-то Причинам Традиции Будут Отличаться Или Взгляды На Традиции Будут Отличаться От Того Что Слышали До Этого Это Ничего Страшного Придет Время Все Станет На Свои Места Наша Задача Сейчас Не То Чтобы Шагать В ногу Левое 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 Светлое Будущее А чтобы Мы получали Информацию Из разных Мест Чтобы У нас Складывалась Общая Картина А как Было Какие Варианты Есть Какие Варианты Были Вот Поэтому С одной Стороны Я предлагаю Когда такие Вопросы Не задавайте С точки Зрения Давайте Мы поругаем Того же Виталия Давайте Поругаем Того же Калаврата Поругаем Того же Ведогор Или еще Кого-то Или восхвалим Наоборот Кого-то Из них Нет Мы просто Обмениваемся Знаниями Обвиниваемся Опытом Для того Чтобы Получить Общую Картину И Как видите Мы Никого Не ругаем Да Упоминать Упоминаем Но ругать Никого Не ругаем И Не говорим А вот Он сказал Вот это Давайте К его К ногтю Вот это Как раз И второе Сегодня Поскольку Мы говорили Про обряды Говорили Про Какие там Жилеческие Дела То У нас Прозвучало Здесь Такое Выражение Как Обряд Должен Быть Проведен Для того Чтобы Состоялась Связь Состоялось Нечто И что-то Новое Образовалось А не просто Так Около Костра Постояли Что-то Сделали Может быть Кто-то Мантры Попел Может Кто-то Что-то Рассказал Кому-то Может Что-то В огонь Положили А некоторые Что-то Бросили И так далее И тому подобное Вот Поэтому Здесь Надо понимать Что В первую очередь Любой Обряд Он Настроен На то Чтобы Возникла Взаимосвязь С теми С кем Вы Общаетесь Чтобы Возникла Прямая Обратная Связь И вот Часто Бывает Так Когда люди Собираются У костра Вроде бы Да Собираются Провести Какой-то Обряд Но Это Иногда Напоминает Знаете на что Берут Когда люди Телефон И Просто В него Начинают Чего-то Говорить Наговорили 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 Все Телефон В карман Убрали Вопрос А связь То была А состоялось Ли то Ради чего Телефон Доставали Это как в анекдоте Телефон Телефон Чук-чук Кушать Хочет Да Вот Не хочу Никого Обидеть Но вот Из этой же Серии То есть Сидел человек Там Долго Телефон Чего-то Рассказывал В конечном Итоге Связи Не было И ничего Не состоялось И в то же Время Недостаточно Достать Телефон Набрать Какой-то Номер Опять Туда Чего-то Наговорить Потому что Там Может быть Занято Или Номер Может быть Недоступен То есть Нужно В определенное Время Это все Делать И в то же Время Даже Иногда Не хватает Того Что Дозвонились Чего-то И говорить А он Просто Вас Не может Услышать Потому что Там Шумно Или Прерывание Связи То есть Обряд Полноценный Когда Есть Четкий Ответ Есть Займосвязь И что Я хочу Еще сказать Необходимо Через Эти Тренировки Проведения Обрядов Достичь Такого Уровня Когда Вы Мысленно Создаете Вот этот Самый Крест Про который Мы говорили Вертикальный Соединяющий Вас Небесами Соединяющий Вас С матерью Землей Горизонтальный Соединяющий Вас С пространством И справа И слева И спереди И сзади И вот В этом Случае Тогда Когда Возникает Вся Вот эта Настройка Вы можете Напрямую Общаться Уже Без посредников Вот это Называется Высший Пилотаж Вот это Называется Уже Ас Летчик Который Может Это высший Пилотаж Делать Ас Пушкин Как Некоторые Шутили Вот К этому Я вас Всех Призываю Я хочу Чтобы Вы Достигли Такого Уровня Совершенства Чтобы Как В старину Изначально Общались Без Каких Либо Посредников Без Какого Либо Атрибутики Непосредственно Прямую Со своими Предками Непосредственно Своими Богами И получали Через Установленную Связь Все Что Необходимо И отдавали Им Все Что Необходимо А на Сегодняшний Момент Может быть К сожалению Может быть К радости Великой Я не берусь Судить Но нам Необходимо Многим Из нас Вернее Необходимо Все-таки Какие-то Обрядовые Действия С какой-либо Атрибутикой Но Это всего лишь Посредники И вспомогательный Инструмент От которых Со временем Нужно будет Как-то Или Избавиться Или чтобы Они присутствовали Но уже Не на них Уповать А быть Самому Центром Обряда Который Весь этот Обряд Выстраивает И проводит И получает То, о чем Говорил Вот Насим Я хочу с вами Проститься Пожелать вам Всего доброго Напомню Что сегодня У нас 24 марта 2016 года Четверг По одному Из современных Календарей По одному Из старинных 23 день Месяца Пробуждения Природы 7524 Лето Вторник Еще У нас Есть Такой праздник На календаре Как Красногор И Масленица С чем я поздравляю Тех, кто Празднует Отмечает Этот праздник Мы говорили О сути И смысле Русских Славянских Обрядов Главный Сведущий Сурьяр Напомню Что с вами Было Народное Славянское Радио И Алексей Орлов Желаю вам Всего самого Доброго Здравомыслия До новых встреч Услышимся Народное Славянское Радио Для пытливых Умов Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров